у нас сегодня достаточно необычная и может быть чуть более даже длинная чем обычно передача это связано с тем что давно ничего не было и как события развиваются быстро я лично например не знаю как вы но хотел бы внимательно выслушать юрий ульфович потому что там какие-то сложные процессы с нефтью это не просто то что там цена падает это не спрос предложения что нефти становится больше спрос падает деление одного на другое создают падение этой нефти и не конспирология такая тупая что все договорились чтобы нас удушить там что-то третье довольно сложный процесс идет с ним надо разобраться это 1 2 все-таки надо разобраться с общей политикой безусловно это 2 а третья связи с особой актуальностью происходящего у нас снова историческая тема стала политически это важно это тоже на понять почему что там собственно говоря происходит по всем этим основным суммарным показать я как бы начну с некоторого такого общеполитического вступления как бы охарактеризовав и я это уже делал сказать других местах я сейчас все-таки что-то повторю и разовью хотя есть и нечто новое значит если говорить о том общем что так сказать характеризует например нашу внешне политическую ситуацию то есть одна константа которую как бы никто не хочет замечать константа вовсе не там где их сейчас размещают это константа крым 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 есть главная константа процесса потому что никто это номер один никто из этих западных наших собеседников как перезай называют партнеры там или как-то по-другому они никогда не согласятся с тем что крым присоединился к россии этого не будет а под версию крым наш подписались все и президент и правительство и и правительство и конституционный суд и как бы законодательное собрание и к п р и и там жириновский да поэтому есть для того чтобы так сказать эту константу процесса убрать нужно все снести примерно по украинской модели когда ведь не только генукович да не только там азаров и не только партия регионов там и все прочее ну и вплоть до симоненко и так далее все это было убрано для того чтобы начать новую жизнь и тогда начали копошиться очень мелкие слагаемые там от правого сектора до чего-нибудь еще и началась вот это какая-то вся каша да но это каша началась потому что все-таки мы нависали над процессом и по крайней мере не дали там очень сильно бомбить там и так далее и тому подобное если это все будет происходить у нас все будет хуже значит есть крым и возникает естественный вопрос а собственно ну и что когда-то а именно на красном марше как бы в связи с присоединением крыма я сказал что вот обозначительная часть элиты считают что холодной войны не будет а вот я говорю что она будет и так далее да действительно в момент когда обсуждалось что делать так насколько глубоко надо что-то трансформировать говорилось вполне влиятельными лицами что вот вам верит суть времени а мы верим президенту президент сказал что холодной войны не бойтесь что не будет все тема закрыта что это за тема что имеет ввиду но я не говорю здесь о каких-то исторических прецедентах истории вопроса сейчас не хочется обсуждать что имеет ввиду конкретная наша политическая элита который будет не будет есть она нет что имеется ввиду имеется ввиду следующее принципе жить в условиях холодной войны можно долго спокойно и ничего в этих условиях принципе угрожающего нет катастрофического ничего не запад не признал присоединение прибалтики к советскому союзу она никем никогда не было признано по-настоящему это нам не мешало иметь прибалтики комфортный режим ездить туда отдыхать и мы могли еще 20 лет или 30 или 100 делать то же самое если бы не возникло того что возникло да она никаким образом не было связано с тем что запад там не признавал не давал не признавал и все теперь что происходит и когда это действительно возникает в связи с этим неприятности возникает неприятности тогда когда люди хотят соединить некий тип отношения с западом который не позволяет быть осуществленным в ходе холодной войны и эту холодную войну то есть для того чтобы в холодной войне чувствовать себя комфортно и ездить в юрмалу или там в перну и иметь там гарнизоны и все что угодно для этого нужно признать холодную войну построить систему под холодную войну и дальше жить больше ничего поскольку наша система советская была изначально подстроена по холодную войну две идеологии или две целевые функции два мира две системы и так далее то нам-то в сущности ничего не надо было делать нам непонятно было как это подстроить под не холодную войну потому что сколько бы не называли ее разрядка это же все равно была тоже холодная война но чуть-чуть другой модификации данная система которая существует не приспособлена для холодной войны данная система которая существует приспособлена для вхождения в запад до любым способом как угодно но войти все так войди по другому войти никаких других стратегических ориентиров у всего что произошло таскать и представляет собой стратегию внешней политики и всего что угодно в постсоветский период другой стратегии нет советский союз разрушались для этого все там платки с пола поднимали для этого грозили кулаками для этого там там ездили там обнимались для этого фыркали расплевывались для этого все что делал сделать для этого и сказать что этого не будет или те которые как бы сложно она не была построена все-таки в целом может быть названы элиты имени юрий вадим чандропова очень трудно я имею здесь в виду не только рассказать ее кадровый корпус да по поводу которого говорится господа чекисты дзержинский пять раз перевернулся в гробу слышу что он господин вот я имею ввиду и агентуры и так сказать примыкающие группы и все в целом все в целом она существует только вокруг этой андроповской формулы имени там не знаю андропова кусенина и бог знает еще кого согласно которой мы должны войти в европу войдя в европу полноценно мы должны стать самой крупной по населению державы соединить свои сыроевые ресурсы с германии оказаться единственной ядерной державы убрать американцев из европы американцы должны на все это смотреть и нам аплодировать а когда это не собираются делать они становятся чудовищами я помню эту ситуацию вот клянусь он помню как сегодня в начале видимо 93 года когда усилиями русского и его советников я оказался на международной встрече на которую входил советник коля не буду могу забыть здоровенный как сам коль вот такой и он кричал это было в мюнхене мы сейчас сольемся все будет прекрасно мы выгоним американцев так сказать из европы они нам уже не нужны будет настоящее братство великое будущее вот это все был ну ну максимум март 93 нет раньше самый конец 92 могу спутать месяц но в живи помню сцену был очень авторитетно все эти химеры вот шредер да вот вот это мы все сделаем они все существуют теперь но там эти американские всякие так сказать частные сайты которые на самом деле не вполне частные это сказать с фридманом там и другими и уже крупнейшие люди говорят мы никогда не допустим объединение европы никогда мы столетиями делали все чтобы этого не было это катастрофа это говорил советник буша старшего когда он сказал если в эту сторону процесс пойдет это ядерная война в европе то есть вот эта константа несоединимость этих двух частей была настолько прочной что всегда было непонятно вот это элита юрия имени юрий вадим чандропова она чего-то не понимает там существуют какие-то предрассудки очень мощные это принцип если нельзя но очень хочется то можно это же вы еще или а григорий черенбург до 3sd и что такое да и даешь европу никакой другой стратегической установки не было перелом как я много раз говорил произошел примерно 2005 году когда стали говорить с этим у вас возьмем но по частям частями сейчас разделитесь там быть маленький государств много мы вас возьмем а там потом все придет на свое место вот но только вот сейчас частям и вот тут действительно и путин и все что было с ним связанные более консервативная часть вот этого клуба имени юрий владимирович секция клуба имени товарища жардецкого скажем тогда и других с третьего главного управления они сказали нет так мы не пойдем а другая часть вот имени пятого управления она сказал ну и что можно и появились статьи ракитова что странно должны быть маленькими да и появилось много другого и появились заявления стругацкий что сначала вот это пласть проиграет войну а потом мы начнем нашу новую революцию все разделится и будут уютные страны и будет как в европе понятно да то есть многое началось оно началось где-то в районе 2005 2006 потом шли эти пересменки длинная обманная операция о том что вот есть такой большой либерал который пришел к президентам и он будет все делать очень либерально поэтому давайте воссоединяться а все кроме этого либерализма и ваших ценностей мы все отбросим да понятно потом снова пришел путин болотная нету другой стратегем и по-настоящему простой ясный такой элементарной и всеобъемлющий и отработанный до блеска за много десятилетий нет стратегем и теперь все кончено но никто не хочет сказать что кончено что значит сказать что это холодная война это значит сказать конец проекту имени юрий вадимович все разделились это невозможно сказать это первое второе достаточно сказать одну эту фразу и все изменится потому что совершенно понятно что для того чтобы выжить нужен аппарат холодной войны экономика холодной войны культура холодной войны идеология холодной войны общество холодной войны и так далее но помимо всего прочего для того чтобы это сказать надо найти на вопрос а зачем все разрушали разрушали для вхождения в европу великого победительного вхождения европу где мы становимся главными где мы главная ядерная страна главная помощь и так далее мы захватываем огромную территорию американцам краха в европе мы будем рулить без американцев это действительно проект фантастического масштаба в котором есть один маленький недостаток маленький он абсолютно не осуществим а так кто против огромное количество людей купили на этой красоте проекта сказать ну подумаешь там коммунизм не коммунизм там социальность это тоже глупо все какое-то плановое хозяйство давай как у них там терпыра там главное возьмем все под контроль будет комитетская это комитетская рыночная экономика ничем не отличается от комитетской плановой экономики такая же комитетской это все искусственные фигуры ну будет многопартийная система агенты будут сидеть из разных линий на разных партиях и все будут говорить то что нам надо не имеет значения главное взять это все полностью и вот тут крах американцев все говорю это была очень красивая простая яркая убедительная концепция не умолимо продвигавшаяся в жизнь как бы все кто говорили ей каком тифе говорили это либо совки идиоты не либо это не понимают красоты нашего замысла тупые люди и так далее теперь что надо сказать мы были неправы но хорошо мы юрий вадимович умер да ты сказать его ближайшие советники так сказать либо умерли либо находится в возрасте когда так сказать пора уже думать о боге или о чем-нибудь летающих тарел о чем в таких случаях думаем вот смысле жизни но система то остается наследники остаются идеология это же как вирус все это же очень заразно все и ничего другого не было вся команда пришла с этим теперь надо сказать этого нет но ведь это же люди у них есть ценности это же не машины значит все время нет а вот уже приехал кэри а вот уже что то все события трактуются мировоззренчески не объективно а под очень сильным сдвигом в сторону мировоззрения поскольку мировоззрение требует чтобы состоялось вхождение в европу если событие говорит вот это то его трактуют вот так вортулэн сказал что путин вероятно убийца но ведь это все это за суд это балагана несут это паблик он ничего не значит а кто он такой в лондоне да и что ну а этот который его поддержал так сказать глава английского государства он тут же отпрыгнул да мы такие послали месседжи в деньги большие заряжены да ладно вам это что значит это значит что оставьте нам нашего чубайса оставьте нам нашу систему оставьте нам нашу собственность за рубежом оставьте нас наши семьи в порядке и оставьте нам наши иллюзии оставьте нам нашу мечту руки прочь от нашей мечты это же сложнейшая психологическая проблема тогда вот это событие вы понимаете что глава крупного государства ядерного и все прочее по его поводу тем более нельзя говорить вероятно убивал это это высшая степень непристойности ну а кто он такой но это ему дали деньги но это туда дальше это сами не варит ну кто такой этот человек который сказал что путин там во первых не совсем то сказал а во вторых кто такой но это человек такой очень дерганый бюрократ дорогие товарищи отвечаю за только простейшие оценки американской ситуации за сложные не берусь отвечать потому что для это на там бывать ездить смотреть понимать как меняется элита я этим заниматься не хочу есть простые вещи которые понимают твердо это советский союз брежневской эпохи умноженный на 10 с точки зрения зарегулированности соединенные штаты это советский союз брежневской эпохи умноженный на 10 и никакой шны среднего размера из как бы бюрократической вертикали не скажет что путин там то то и то то не посоветовавшись ни с кем если у нас за такое дело бы там не знаю что исключили из партии там если бы это там по отношению к америке было сказано или по отношению кому-то еще да тут там это просто концов не найдут той канаве в которой он упокоится значит это генерализованная точка зрения она движется туда но так она требует ответа ведь уже говорили об этом браудере уже сказали что там есть история абсолютно преступная по американскому менталитету деньги главный бог был украден деньги американские в неизвестном направлении никто не расследует а это невозможно это вообще невозможно нельзя на вам вывести там 10 миллиардов долларов для 4 пусть машин не хватит и не вывозит их на вам и нельзя чтобы на свифте не осталось следов всего это все знают куда вывозили поставьте вопрос до конца браудере ведь уже начали когда прошлый раз браудер взялся крепко за нас на в ответ на это мы ответили по этой схеме и как вы помните я говорю по всем главным каналам до непрерывно но они же не довели до конца это все уткнулась в ту же лондонскую элиту которая сейчас на ускивает этого лорда оуна да но совершенно явно в них же и они уже не стали трогать не их не главные лондонские банки которые подвязаны к браудеру не что потому что одно дело чуть-чуть переплеваться вот так вот и всегда знать что можно назад а другое дело наконец нанести удары пока ты прыгаешь вот так и синяка нет всегда можно потом обняться пойти пить пепси а если уже врезал ведь зачем ты мне это все тут синяя и мне жена говорит обидно уже другая ситуация поэтому никто не хочет до синяков все хотят вот так на расстоянии друг от друга соответственно все события которые вот такие да они трактуются вот так самое страшное это вообще представьте себе что вот есть в целом мозг и в этом мозгу наконец восстановилась мировоззрение вся вот эта сеточка да все представления ценности теперь вы засовываете в этот мозг какое-то инородное тело в одну клеточку а что происходит со всей конструкцией и об этом поговорю чуть позже в связи с историей да сейчас я говорю по связи с политикой если все таки вот здесь вот наконец куда-то залезает какая-нибудь молекула который говорит о том что нет все конец минус что происходит со всеми остальными клеточками это начинается съедание клетки за клеткой они просто начинают все проседать да и до какой-то момент происходит некая стратегическая растерянность организм перестают понимать как он должен себя вести а между прочим этого тоже нельзя допустить помимо всего прочего ядерные ракеты все остальное но происходит вот эта вещь и так если находиться в состоянии холодной войны то крым 2015 да равен прибалтика 1945 46 тире 86 ну и живи ты там 40 лет купайся так сказать в ялте там до гулять пей массандровское вино ставь гарнизоны вычищай все что ты хочешь но для этого надо признать ту же самую холодную войну 2 а признать холодную войну значит полностью отказаться от концепции вхождения в европу отказаться от концепции вхождения в европу значит расстаться с мечтой параметрами и ни на что система не подстроена под это автономное существование китай не очень хочет и всем тоже понятно что со временем это становится еще мрачнее а под автономное это не подстроено надо иметь 300 миллионов соответствующую экономику соответствую все дальше на это накладывается фундаментальная осторожность человека который когда он людей не знает он не хочет проводить кадровую политику и его можно понять вот есть люди понятно мириться лучше со знакомым злом чем бегском незнакомому стремиться а злом является все чем мы незнакомы по ситуации когда вот я объясню здесь да вот клуб есть люди они ходят мы друг друга знаем по много лет знаем иногда или уже по нескольку лет да и так далее теперь представьте себе что я как бы ну чисто так сказать такой фантастический эксперимент получай комит назначение здесь в этом клубе сидят другие люди ну понятно что отлично для меня они не имеют никакого значения я прекрасно понимаю что они пришли по отношению к этому назначению уйдут вместе с ним так уже бывало то же самое сейчас происходит с кадровой политикой но нам на уровне государства значит теперь все эти кадры знакомые они все кадры вхождения они кадры холодной войны они на другое заточены в к ниже люди и в десятилетиями в мозг вбивали что именно это и есть хорошо теперь им надо сказать что это плохо почему что случилось значит соответственно возникает стратегическая кадровая растерянность статологическая растерянность всяческая а дальше есть некое представление о благе вот что такое благо вот ты приехал страна вся разболтная все ты приехал в гдр и крыши черепичные и дорожки чистые и люди говорят данкиши и когда красный светофоре красный свет никто не идет хотя машин нет ни пиво нормальная не разбавленная и никто не грубит вот она жизнь hate and love hate это ладно это для отчетов на руководству первого главного управления love вот она что я не могу сказать что это большое число нашего офицерского корпуса в разные самые эпохи от дворянских до советских подобным образом так сказать не прельщалась а что такое наше западничество она есть очень патриотично и надо чтобы были коровы толще московских купчика надо ли дедушка надо тот или помнить у него то есть это же все так значит теперь надо сказать дорогие товарищи пояса затянули как затянули мы же рост материального благополучия мы же работали на совершенно другое а еще почему они должны быть затянуты и кто на это согласится и как самому себя убедить что есть это всю желаю жизнь верил что нужно благосостояние ты теперь должен верить что нужно с аскетизм значит так не происходит у человека вот представим себе что у вас есть очень очень любимая жена и кто-то вам так сказать на самом деле сообщает что эта жена там предположим с кем-то упаси бог из меня это чисто мысленный эксперимент это фигуры фантастики а не реальность вот значит меня вам об этом сообщает как вы относите к который сообщил хуже чем жене правильно наконец когда подтвердилось что он прав да и вы выгнали жену ставлю это чек вашим другом нет пока стрелкова любит как вы относитесь человеку который говорит что мерзавец как мерзавец а когда вы уже поняли что стрелков мерзавец как вы относитесь чем который говорил что он мерзавец еще хуже никогда не прощу кургиняну что он оказался прав понятно да но то же самое происходит на всех уровнях если у меня есть европейская мечта и она поругана то во первых кто эти люди которые поругали пусть они правы да а во вторых она же не перестает быть моей мечтой а в третьих а что такое чек без мечты и и четвертых что делать это же все распалась это же не ситуация взяли развалили собрали туда-сюда раз в месяц разбираем собираем разбираем собираем собираем собрали снова сказали а вроде есть шанс свои те снова разобрали это же живые системы них начинаются процессы жить в рижневизме можно подправить его можно но снова собрать брюшневизм нельзя собрать можно снова ленинизм сталинизм и потом получить брюшневизм со всеми поправками а прямо сразу собрать брюшневизм невозможно значит возникает тяжелейшая человеческая проблематика который можно назвать когнитивным диссонансом а можно назвать как угодно еще но это огромной силы вещь такая значит теперь происходит крым будет наша холодной войны не будет до теперь холодная война есть а крым ты уже отдать нельзя крым есть постоянная процесса его нельзя отдать не сметя все кроме того эта ценность это великая заслуга это собственно главный был политическое завоевание это смысл жизни до ничего отдавать нельзя они говорят тогда холодной войны не объявляем и не отдаем и кадры под холодную войну не меняем идеологию под холодную войну не меняем экономику холодной войны не меняем тогда что себе говорим говорим себе классическую абсолютно комитетскую такую мантру который заключается в том что система которую мы построили не я имеется ввиду а как бы соратники юрий вадимович и его наследники мы построили как средство вхождения в запад вполне может быть системой который будет с ним воевать потому что мы построили из агентов агента перевести состояние когда он у вас в состоянии когда он хейт это ничего не стоит вызвали перевели все что враг работы есть центр юстуса все начали работать какие-нибудь идеологически мотивированные люди там может застрелиться там нам надо сейчас с гитлером дружить ну там все остальные дружить подружить есть три предложения позиция в сс позиция в гестапо позиция в миде что реализовать первую очередь нужны такие средства это это начинаем реализовывать это типичное комитетское представление о том что системы собраны из этих кубик и и записать в эти кубики новые программы это пять минут иначе говоря что чуба из может стать сталинистом в любой момент и у ровно в той степени в которых необходимо определяться это будет только задание без последействий был он нибудь не перегруппироваться ничем тут же им станет сказать всю эту жизнь думаю мечтал о сталине и думал что только он и нужен но как бы все таки слабовато было не досажали и все прочее поэтому вам не колебались некие мысли о том все таки как относиться на теперь понимаю что он хотел его еще посадить ему помешали злые силы а сам он гений да здравствуй товарищ сталин товарищи на все это будет чуба изнута парт билет сказать сказали через месяц наоборот проклятый сталин демократия лёжа ребенком в кровати и из мужа как дедушка там слушает радио я я слушал рей как бормотание кровавого диктатора с грузинским акцентом и думал свобода свобода где же ты я плакал от желания и потом начал его завоевывать повернули в другую сторону все мы молились за царя и будем молиться за царя да и так за царя за руль за нашу белая армия вот просто нос скоростью скану повернули рукоятку да и все но ведь все таки жизнь не совсем так устроена понимаете это же некая утопия что происходит на практике на практике происходит то что когда долгое время система построенная для задачи а плюс должна работать на задачу а минус то есть ровно на 180 градусов повернуться по отношению к своей как бы фундаментальной целевой к задачи да эта система постепенно странным образом ибо она человеческая сходит с ума а сознание госбезопасности она не гуманитарная она технократическая она не понимает что значит сошел с ума там я не знаю что так сказать в автомобиле жигули он может поломаться но не может сойти с ума у него нет ума на год когда гитлер заимствовал эти идеи у нитше это тонн синклер по моему который как известно сошел с ума и у чемберлина которому как известно сходить было нечего да значит смысл тискать заключается в том что так сказать уже гуля нет ума а на него не могут сойти с ума потому что нету и соответственно агентов нет ума у них есть программы которые надо поменять а система сходит с ума и у нас сущности нет никаких особенных проблем кроме того что система сходит с ума а это очень свойственно тому что бердяев называл русским максимализмом да это известная черта джонатан свифт писал английскую политическую сатиру а гоголь писал сущностную сатиру они политическую русская целостная максималистское сознание никогда не может до быть расщеплено там с точностью до политики она уж если начинает то уже отсюда и до конца значит начало система устает потом она входит в режим самоотвращение потом она входит систему самоотрицания потом систему саморазрушения и самоликвидации она проходит через эти фазы потому что она человеческая и прошу прощения в каком-то смысле еще русском максималистическая а что происходило советской системы разве не это опять игру в связи с историей поговорим об этом но это же происходило взяли это сказать это все в режим жесткой изоляции поставили да и дальше стоит будет думать сначала что поскольку мы все изолированы от них потому что они очень плохие потом скорее их так много и типа говорят что они хорошие но тогда значит мы изолированы от них потому что мы очень плохие да и вот в этом очень плохие да совсем плохие ужасно плохие вот это диссидентское движение вот это все остальное да начинается вот это вот да они нас ругают и ругают мы конечно говорим сами дураки еще в шляпах и отбрёхиваемся и даже много отбрёхиваемся в разных поличок внутри то у нас возникает ощущение есть нас все ругать может действительно плохие но тогда уж мы не просто плохие а супер у пупер мупер пупер плохие вот а раз мы такие плохие то не жить нам и все это надо там собачьем я приводил и говорю еще раз приведут классический пример там город ульяновска городе ульяновске значит городское не знак собрали называется не собрание обсуждает бюджет выступать какой-то нудный коммунист и говорит нудные но совершенно правильные вещи нудным голосом что много денег на аппарат а надо деньги на ветхое жилье ну как полагается коммунисту сидит единой россии время какой-то руководитель что он должен сделать с точки зрения классической системы единой россии ну-ка вот с классического образа пути низма и так далее да уж спокойно с холодным видом ну правильным образом подражаю высшему лицу слушать все это да сказать простить пожалуйста регламент исчерпан ну как как бы собрание дает еще пять минут три минуты нет я думаю что надо дать 5 продолжайте пожалуйста ну спасибо вы высказали свою оригинальную точку зрения теперь мы бы я предлагаю голосовать у меня у нас большинство да как мы проголосовали проголосовали бюджет оставить ну как бы романтизм хорошо прагмантизм лучше да и как сказал наш президент красивая но вредная сказка спасибо докладчику что он еще раз это показал это максимум или просто спасибо что делает этот сошедший с ума вот от реализации этой схемы представитель правящей структуры он договорившись заранее дает сигнал в радиорубку и этому коммунисту посреди его речи запускают песню и ленин такой молодой на уровне звука при котором он говорить не может ему затыкают рот в двадцать первом веке в условиях интернета имея большинство по абсолютно непонятной причине и очень довольны что прикольно это что пути низм или не знаю что медведизм там все стандарты поведения другие они сознательно подчеркнуто сдержанно холодный так сказать антихулиганский а это прямое глупое хулиганство мальчишеская бессмысленная абсолютно не являющийся необходимым потому что большинство можно вот 10 раз выслушать любой бюджет принять орут динамики сидит тетя какая-то в президиуме тетя моти какая-то бизнесменка наверно она вдруг начинает исполнять хохот хохочет корчится бьет ножками прячется под стол потом высовывается опять чуть не пускает пену до сочетании с не как повышенной фактуры чем-нибудь еще образ абсолютно законченной абсолютно через какое-то время она с трудом понимает что ее снимают а снимают час все на мобильные телефоны да я вас уверяю что все это будет анти властным пиаром как бы высокого качества но меня не интересует даже не этот пиар сам по себе меня интересует что произошло зачем во первых не смешно ленин еще во вторых абсолютно нетипично в третьих гогат-могат фактурой вот это ощущение отвратительности чего такой карнавальный аргиастической а все держалось на том что мы застегнуты на все пуговицы говорим здравствуйте вот 151 цифры счет новом все зачтем наш объективные показатели спасибо большое все свободны вы на право там деды я говорит там мы все будем отгадывать что моя фамилия это как у такого пушистого с хвостиком который бегает у меня как у серенького который бегает за пушистым да а у меня как первый вначале то что нам обещали а то потом что мы получили в конце это у меня фамилия иванов из кгб поэтому вы товарищ волков и товарищ зайцев можете продолжать ехать поездом а вы товарищ райхер пройдемте за мной понятно голос не повышать тонн спокойный как отпускаем так и сажаем выражение серьезности и деловитости простоты немножко юмора мало в дозе для контрразведки совсем мало для разведки больше чуть-чуть юмора лично стилевая особенность более высокий градус юмора мы себе не позволяем это неправильно теперь на фоне всего этого урал в чем проблема а проблема вот я вам клянусь вот в этом и нету тетя и мать они таска дядя не понимают этого они постепенно так начинают себя вести всюду абсолютная растерянность которая граничит всем чем угодно что произошло в церкви что произошло щапы ну что бы ни произошло в чем стиль голос не повышать не ссориться сказать отец сел вышло небольшое помрачение воистину вышла ну с кем не бывает и давай-ка ты так сказать переживешь это обращение а мы поможем тебе справиться и духа подняться а когда духа поднимешься так прямо взлетишь и бывало это и христос нас учит что кто не пал тот не поднимается и падение твое мы восприняли целом философские как подобает мудрым людям и прошлое твое мы помним так что и фонды у тебя будут и церковь тебя не обидит да и ты отец помалкивай про все это вместо этого что такое коррупция это что это еще вчера могло быть что происходит что за последние времена значит с точки зрения логики событий которые я изнутри не понимаю это не моя среда но я понимаю что одно из самых приближенных лиц давно приближенная так сказать сменившая так сказать этого кумира на петерима и на все прочее тоже не без горькости для себя действительно с ним связано и все прочее ну что как бы кто-то что-то сказал а кто может сказать такому высокому лицу как патриарх что надо кого-то убирать ну кто путин кто такой для него чап чтобы что-то говорю лавров а кто такой лавров для патриарха чтобы он служил медведев на ничего он не скажет патриарху на нашем языке всеобщего непонимания происходящего чисто так фантастической интерпретации это безумие системы понимаете и мне не кажется что я сейчас говорю пустые и практически бессмысленные вещи мне кажется что я как раз хватываю прагматическую суть это безумие это множественное безумие и так система разрушается потому что ее не были вот сюда не приводят но прежде скажи холодная война система повернулась сюда кадры вычистили экономику поправили идеологию набрали так сказать построили отношения в соответствии с этим делом живем ездим в крым и гудим и там казино поставили да и что еще надо все все чего нет ни в уас-вегасе не по всему остальному миру все в крыму и на кавказе и гуляем чтобы не обострять и время от времени разрядкой в юрмала не ездим на танков не ездил так и но вместо этого продолжается вот это у враг же видит это все down shifting человека когда-то это назначили ким-то стратегический центр до чтобы я увидел хоть одну бумагу этого центра было это в начале путина все думали вот путина новая стратегия будет сказали гребны а рядом есть советники а советники все время произносят слова а ничего это публика так не любит как не очень понятные иностранные слова симулякор да вот когда чудес скал теперь себе за ты симулякор что там еще и симулякор там резома down shifting взял товарищ господин и сказал диаметрально противоположную тому что мы говорили это сказать на протяжении преследних путинских 16 лет чего все стоим с колен медленно так вот мы на них стояли в тяжелом и мы уже поднимаемся поднялся медленно так 15 может быть 20 понимают теперь дальше мы упали и ползаем на карачках это точное значение слова down shifting так мы встаем с колен или падаем на карачках так сказать или этот греф он говорит то что говорит путин и наоборот он как бы создает какую-то странную картину и постоянное желание говорить умные слова потому что сидит шикарная публика но не надо чуть-чуть вот так на и чтобы по умнее других еще такое оригинальное а когда скажет ты что я совсем не то значение сказал бы двое а значит великий вариант теперь down shifting на этом фоне они так обвиняют так обвиняют так обвиняют и нет отжимают так обвиняют танцуют их такие дальние маневры такие они загоняют в угол вырваться этого из этого угла можно только определенным способом а вместо это чё такого кто это это кто какой-то клерк там счет в окно а это кто а это кто а это кто теперь что происходит с крым крым сам по себе да но держи ты его в условиях холодной войны и замечательно сколько угодно но ведь мы же хотим не в условиях холодной войны мы говорим что вот мы тут все делаем мягко это не проклятая сталинская система которая в целом хорошая но грубая а мы тонко у нас все крымские татары нас любят мы говорим что их неправильно репрессировали и так далее и тому подобное я ни слова не сказал потому что действительно ну предыдущей ситуации но может действительно они успокоятся и все успокоится и будет стабильности в конце концов пари что это беднее к крым стоит так сказать любых разруливание с точки зрения того кто как когда кого репрессировал да слишком большой приз но теперь появилась турция она не существует сама по себе они вместе в чем состоит главная элитная версия происходящего но этот же эрдоган так болен рядовые люди прям даже не представляют как а люди в этом состоянии на все способны их поведение становится странным надо пожать плечами рябкнуть и все во первых не так болен во вторых он не в одиночестве за турецкая элита и сделаем что-нибудь что противоречит сразу всему что так сказать это или турецкая элита представляет себе так никакие самолеты вы не взлетели в третьих системы слежения по которым сбивали наш самолет находящийся в воздухе вылетали с катара оттуда вот со стран залива они сложным образом как бы существовались за 17 секунд пролета есть ими как бы вешиваю место над их территории невозможно сделать ничего 18 секунд невозможно даскать внимание поднять воздух понятно и что там все уже висела над этим местом значит это была большая спланированная операция если бы турецкий генштаб в котором до сих пор половина кемолисты не хотел этого поворота событий то промахнулись бы мимо цели сделали бы что-нибудь еще или бы не взлетели эти системы кроме того это же было не только турецкая система теперь если это элита они идут по любому поводу подумаешь на больной человек на счет больных не обижаются понятно да что то есть обидимся зарычим но сделаем что-то это элита если это элита и если процесс такой как я говорю то люди которые этот процесс просчитывали действует таким способом это так что будет когда мы собьем русский самолет русский по нам ударят нет наверное не ударит дальше свой кросс заключает следующее что сделают русские ну русские разорвут такие-то контракты сколько мы потеряем 8 миллиардов долларов а что мы получим дорогие заказчики вы нам заранее заплатите то что мы получим тогда мы сделаем если это заказ то с предоплатой никто не мазы будет поставлять не сейчас скажу знаете у меня там так сказать сейчас такие вот крупные экономические дела будут вы сейчас поставьте там пять мазов а я вам потом заплачу предоплату если это международный заказ то там есть предоплата если там есть предоплата то там есть цель если там есть цель то ее надо реализовывать если бы цель была в острой мгновенной конфронтации то значит сбили бы еще самолет значит цель в другом у турции огромные возможности влияния на крым огромные на весь там татаро-башкирский мир на весь тюркский мир но на крым совершенно особые возможности влиять крымские татары это не казанские татары да и не там гримит еще группы это вот все здесь это существенная часть единого вот этого османского мира есть этот османский мир возвращается тоже не в якутию вернется да как великий туран там или что-то но есть же реальность да не очень большое государство не очень маленькая но не очень большой чем прежде всего начнет возвращаться сюда и тогда возникает единый интерес у турции и украины и просто нужно быть совсем ну не понимающим значения но как бы ну слов боевой конь при звуке трубы чтобы не понять что это тут же будет польша начинать восстанавливаться эти контуры а дальше следующая территория это северный кавказ а потому что одно дело баламутить северный кавказ без турции или наоборот а другое дело вместе с нею а дальше возникает самый главный вопрос который всегда как бы сдерживал развитие процессов в определенном направлении арабы хотят халифат но свой и игил это арабский в целом халифат да если турки уже поддерживает арабский халифа за штурки готовы разменять османскую лидирующий роль на любой халифат в любом случае это происходит в некой договоренности между двумя сунницкими главными центрами всегда находившимися ситуации взаимного конфликта арабским и турецким условно да потому что конечном итоге османская империя рухнула из-за этого значит теперь это уже снюхивается а если это снюхивается то это еще и весь большой фактор который может перенести процесс и в средней азии куда угодно теперь параллельно с этим мы имеем там под 80 курс да ну разговор о том что это куда хоть под 120 ну и он неправильный да ну не правда это нельзя бесконечно использовать эластичность и рыночные системы она не беспредельно но ее можно очень долго использовать если это мы поддержать определенные диалоги и друг по определенными принципами одновременно определенными всеми вещами дальше происходит невероятное бешенство и так сказать с абсолютно новый язык всех оранжевых и прочих сил дальше начинает группироваться наконец деструктивно патриотическое крыло и дело даже тут не в стрелкове или всей этой коп компании которые там где-то на задворках вертится господин суакшин который долгое время был простите так сказать ближайшим лицом господину якунину теперь говорит что российская федерация разрушится неумолимо и неизбежно я не помню чтобы кто-то претендовавший на патриотические фразы мог осмелиться сказать такую мерзость потому что одно дело сказать на лицо растущая угроза или там как говорит там глава совета безопасности это сказать нас могут попытаться расчленить и мы должны быть готовы дать отпор а другом сказать это роковое обстоятельство российская федерация разрушится я даже знаю примерно кто так говорит из чего голоса тут может петь данный товарищ но это же очень определенная вещь а если посмотреть на процесс связанный щаплиным и всем против церкви с точки зрения все-таки политической то он означает что одновременно с расколами в политической улице начинает происходить раскол в конфессиональной элите он начался я не думаю что все фразы господин чаплина о том как как стремителен будет этот процесс как велика его роль и так далее нужно воспринимать один к одному потому что ну когда человек так сильно задет а у него есть оснований быть задет он уже должен что-то делать в ответ на это но все равно процесс пошел и куда он дойдет непонятно значит на лицо постепенно нарастающий кризис внешнеполитический с его вот этими экономическими подсказателями рост как бы курса доллара с его показателями так сказать экономическими нефть с его так сказать показателями вот этими в виде этих непрерывных процессов криминализации высшеполитической власти с его показателями в виде вот этих вот новых центров антироссийской активности которые никуда не будут свернуты всего вот этой полной установкой и на Крым, и на все прочее. И одновременно с этим вот такие свойства системы, которая творит непонятно что. Она вышла за свои рамки в какой-то свободный полет. Неизвестно, что говорит, неизвестно, куда движется, неизвестно, чем управляется. Конечно, это все вместе не может не вызывать тревогу. Но, я повторяю, все, что перечисляют в виде классического набора угроз, мне лично не кажется убедительным. Я не думаю, что вскоре будет больше 90, и твердо убежден, что политическая стабильность на 90 не будет нарушена. Я не думаю, что украинцы двинут все свои войска, так сказать, а думаю, что еда, если они их двинут на Донбасс, то кончится для них плачевно. Я не думаю, что кто-то будет оккупировать Крым, или, так сказать, осуществлять какие-то перевороты, или там, я не знаю, что там еще. Народ будет отворачиваться от власти. Не верю я во все это. Мне просто кажется, что, так сказать, может возобладать то, что и возобладало. Вот это странное состояние системы. Странные формы поведения, вот этот странный тип когнитивных диссонансов и всего остального. И здесь я хотел бы перейти к невероятно важной теме, связанной там с историей, да, поскольку там что-то было сказано Владимир Владимирович Путином, разобраться, что именно, что это все случилось. Я когда-то говорил, что, ну как это не рисуй, у системы нашей есть антисоветская рамка, есть либеральные группы, центристские группы, националистические группы, фундаменталистские группы и фашистские группы. Все они объединены тем, что коммунизм – это салата. Совок и все прочее. Вот здесь где-то на дежурной роли находится Зюганов, а дальше это все какие-то такие вот странности, и вот тут как-то мы находимся, да? Поскольку либеральные группы и сейчас держат под контролем не менее 70% ну таких управленческо-финансово и прочих возможностей, да? То есть сказать, что они отыграны полностью нельзя. У них большой вес, много денег, так сказать, авторитет и все прочее, и какие-то позиции, но у них совсем нет народной поддержки, поэтому, в общем-то, они отыграны, и отыграны они уже были в конце эльцинизма. Центристские группы потребовали вывода новой фигуры, и это и есть Путин. Но поскольку этот центризм, так сказать, во-первых, вышел за свои рамки вхождения в Европу, да? И, во-вторых, он достаточно долг, то дальше это все двигается в националистическую сторону, потом фундаменталистскую и потом фашистскую, да? Это свойства эволюции системы от одного антисоветизма и советизма в другое. Единственная возможность что-то сделать, чтобы эту эволюцию избежать, это где-то, желательно где-то выбиться куда-то в какое-то пространство, разломав рамку. И так или иначе начать, так сказать, преодоление антисоветского периода истории. Неважно куда, самовыщая себя или куда угодно, но лишь бы разломать вот здесь эту рамку. Идеологически только в этом спасение. Про-советские в разных вариантах настроено, я думаю, что 80% населения. Точно. Может быть и 85-89 это все говорится. Может это совсем мягкие варианты. Их хватает для соцопроса, а по условиям давления может их произойти. Но этого достаточно. Двигаться сюда, в националистическую и прочую сторону, можно в сущности в сторону белого такого монархизма. В его просверненском или в каком-нибудь совсем монархическом варианте. Он составляет 10%. Идти с ним на любые выборы, выборы, это безумие. Это провал. Быстрый и необратимый. Если, конечно, система не научилась действовать инвариантно по отношению к общественному мнению, ну понимаете, это очень трудно в условиях системного развала и вот этих безумий, понимаете, как я всегда в таких случаях говорил, мастерски сфальсифицировать так же трудно, как реально получить общественную поддержку. Это огромное число элементов подконтролируемых и все прочее. Чтобы их синхронизировать и все прочее, это тоже очень маловероятно. Значит, система, заявившая, что она существует, условно говоря, вот в этом белом модуле, да, она обрекает себя на провал выборный. Все, что будет происходить, призвать происходить вот в этой части электората, из которого этого розового по-разному электората, его, так сказать, сейчас 75% доверяют Путину, а 10 дюганов. Их можно понять. надо взглянуть на как бы траекторию движения этого вождя, коммунистического движения. Вот как-то же эволюционирует, да, всячески. Значит, соответственно, ситуация такая. Всякая попытка использовать белую мифологию в выборном процессе означает, что здесь возникнут вопросы. и, соответственно, это не получишь, а то потеряешь. И посреди всего этого дела, значит, Михаил Валентинович Ковальчук заявил там, процитировал Пастернака, он управлял движением мыслей только потому страной, причем же Пастернака, опять-таки, ни Маяковского, ни кого-то, да. А Путин долго начал говорить о том, вот правильно ли действовал Ленин, что делал Ленин и так далее. Из чего были сделаны выводы, что Путин будет выносить Ленина из мавзолея, как бы приводить царя или сам им становиться. Понятно, да, началась дикая истерика, возгонка на этом белом рынке. Я внимательно прочитал все, что говорил Путин. Он говорит, все, что он говорил последние 14-15 лет. Единственное, что я могу сказать, что находясь все-таки в компании Михаила Валентиновича и как бы чувствуя себя более раскованно, чем в любой другой компании, тут, ну, свои, да, он, как сказано в одном из рассказов Чехова, и он рассказал лошади все. Он рассказал Михаил Валентиновичу все, что, в принципе, как бы, есть такая героиня у Островского, Липочка, она говорит, в ихнем кругу все так делают. Он же не купчишка какой, душка-милашка. Так вот, значит, так сказать, в ихнем кругу все говорят нечто. Путин, с моей точки зрения, абсолютно не антисоветски настроенный человек. Он нормальный, неэлитный, и это огромный плюс, огромный плюс. Ну, вообще, Путин, счастье России, что она получила не представителя элиты, потому что, если бы она получила представителя элиты, то страны бы давно не было. А он неэлитный человек, да, он не сын, там, секретаря ЦК, или там, не знаю, кого-то, не там, это понятно, да? И он очень честно исполнял свои обязанности, в смысле, сказали вербовать, вербуем, да, там, сказали, там, еще что-нибудь делать, сказали бы это, это, нет проблем, да, профессию любим, очень хотим, партбилет держим, ну, как бы, еще в советскую эпоху это сочеталось с ношением креста, ну, и тоже, ну, это говорит скорее о том, что как так все, вот как в натуре думаю, так и есть, там нету, никакого вот особенного верчения, но он офицер комитета государственной безопасности, первый офицер, во-вторых, комитет государственной безопасности, третий и так далее, а на страну в течение определенного момента был обрушен шквал мифов, которые мифами называть не хочется, потому что байки и брехня, это то, что было обрушено, а мифы этого голосовки, да, там, у Осева, да, зачем мы будем это великое слово адресовать, так сказать, этим, этой всей фигне, задача войны за сознание таких людей, как Путин, вот этих низов элиты советского периода была возложена не на Путина, не на портком ПГУ или этого самого Гадеровского, так сказать, анклава данного ПГУ, а она идеологически отделывается как АПСС. Когда все, что было сфабриковано американцами, белогвардейцами, которые помогали американцам, а также внутри этого самоотреченчества, да, естественного, когда вся эта фигня оказалась обрушена на сознание рядовых советских людей, единственное, кому было поручено смягчить этот удар или отбить, это идеологический отдел ЦК КПСС, который должен был сказать, что вот это сфабриковано там-то и там-то, вот это сфабриковано там-то и там-то, вот это полная фигня, вот это вот это, вот это вот это, да, понимаете, идеологический отдел ЦК КПСС, как мы знаем, возглавлял так или иначе, пусть не напрямую, но Александр Николаевич Яковлев, который твердо знал, что он должен проводить все это, а не блокировать. Советская низовая элита оказалась вообще без иммунитета, потому что все средства массовой информации были монополизированы партией, партия должна была дать идеологический ответ на этот страшный удар, а партия сама вела удар и поощряла все антисоветские силы к тому, чтобы его наносить вместе с второй силой, которая должна была это парализовать, 5-е управление Комитет государственной безопасности, идеологические диверсии. Две силы, которые должны были смягчить этот безумный удар, сработали в обратную сторону. А это были 80-е годы 20-го века, это не время интернета. У меня должна была выйти статья в правде по поводу событий в Закавказье, где я требовал введения военного положения в Армении и Азербайджане одновременно ареста криминальных авторитетов. Понятно, да, там всего такого. Эта статья была санкционирована в Политбюро и отдана в виде передовицы в газету «Правда». Ну, не передовица, на первую полосу. Я нахожусь в этот момент в Армении, и мне сообщают, что личным распоряжением Александра Николаевича Яковлева рассыпан набор в газете «Правда». Я приезжаю назад, говорят, что еще, что за Яковлев? Это решение Политбюро. Ну, вы знаете, тут такие механизмы, президент, Яковлев, то есть все. В общем, у нас единственное к вам предложение. Либо вообще вы должны молчать, либо вы должны уйти к литературную Россию, к Рыбосу и Сафронову. Сафронов его звали, Сафронов. Вторым был «Рыба-зам». Была маленькая газетка, на которой твердо было, так сказать, клеймо фашистское, но это не важно было. Она такая была почвенно, православная, вот такая вот, ну, понятно какая. Да? Ну, я, естественно, ушел в эту газету. И, естественно, я напечатал это механизмы соскальзывания и все подряд в этой газете, а не в газете «Правда». Ну, все, черносотенец, фашист, вот кургинян, евреи из памяти. Понятно, да? Все, что угодно, да? Смысл заключался в том, что с этого момента ты должен был выбрать свою судьбу. Начинается травли. Это не момент, когда за тобой 85% общества. Это момент за тобой, когда за тобой 5% общества. 7% максимум. И они абсолютно безъязыкие. Значит, в момент, когда нужно было всю эту гадость опровергать, все то, что обязано было по должности опровергать, предало и повернуло в обратную сторону. Вся интеллигенция, подконтрольная этому 5-му управлению и ЦК, предало и повернуло в обратную сторону. И помои, которые пылились, не имели сдерживающих центров. Если бы это была демократия, то на все помои республиканской партии, либо антипомои демократической партии, или наоборот, была бы свободная пресса, ты мог бы обратиться куда-то еще, а свободы не было. Была демократизация, унт-перестройка. А это значит, что правящая партия расправляется со всем механизмом, со всеми, так сказать, вещами, в которые она должна была защищать и с обществом, и с народом. И она с ним расправлялась и ни в чем себе не отказывала. В результате всего этого колоссальное количество вещей зашло в сознание и в этом сознании начисто укоренилось. Начисто. мы работаем в обществе, являющемся естественной жертвой этого процесса. Сидят все эти офицеры, которые там, типа, одни там секреты хорошо добывают, другие там танки водят, третьи там с парашютами прыгают, четвертые там бегают очень хорошо и стреляют. Они все сидят, открывают, говорят, что же на самом деле происходит? И это на самом деле происходит. Раз, два, три, и оно формирует всю ткань. Но поскольку одновременно с этой тканью есть присяга, и вот вся эта жизнь, да, там, фильмофицеры, там, типа, вообще, там, это самое, 17 мгновений весны, щит и меч, то все, и они тоже существуют, то возникает странный гибрид из всего, что туда обрушено, из этих вещей, а еще есть держава, и руки прочь. И чем это все чище, когда оно полностью на этот антисоветский код переходит? Держава дерьмо, Америка хорошо, будем служить Америке, там, да, фильмы мерзкие, да, понятно, да? Там целостность сохраняется, возникает предатель. А там, где в сознании все, что привело в это КГБ и так далее, остается без никаких-то таких мощнейших трансформаций, там возникает вот этот микс, в который с огромной силой брошены определенные вещи. И дальше как бы в момент, когда произносится имя Ленин, а тебе как-то вдруг или не ты колеблешься, и какой-то период непонятный в жизни, и непонятно что, ты рассказываешь лошадь и все. Зачем ездил в немецком вагоне? Зачем обманывал Крупскую? А вдобавок ко всему к этому, там же еще второе, так сказать, пропаганда на поводу Ленина предыдущей эпохи создает какой-то сусальный, нестерпимо пресный, невоспринимаемый образ какого-то идеального человека, который и жене не изменял, и, так сказать, животных любил, и все. Потом, получается, Ленин, вроде как охотник, все с ружьем ходит, убил зайца, Ленин убил зайца, все рухнуло во мне, потому что я же считал, что это дедушка Мазай, он же с ними ходил, это же дедушка Ленин, и убил зайца, перед этим все, вот идет охотник, но, наверное, он кого-то тому, зайца, бедный заяц, да, ну, когда они ненавидят Путина, то что сейчас они кричат, эти ора, Джойды, да, они говорят, проклятый Путин, что ты делаешь с нашим Ленином, понимаете, ему же все равно, им главное это, там цинизм абсолютный, абсолютный, да, но, когда это человек, вот наш, ну, ведь с трех лет говорили, что спасал зайцев из воды, ты говоришь, это дед Мазай, нет, это, Ленин, я же помню, что это было, а, этот дедушка, дедушка, ну, как-то вместе сошлось, прямо нырял в холодную воду, зайцев спасал, теперь говорят, он экстрем, говорили, что у него, с Крупской, как этого, там, Ромео и Джульетты, любовь на всю жизнь, там, армант какая-то, это что такое, дурят нашего брата, дальше эти щели открываются в идиотской картине, созданной советской пропагандой, и туда вся мутная вода заходит, вся, я коротко все-таки что-то тут разберу, поскольку лидер, Владимир Вольфович Бережириновский, то я как бы с его епархией, в основном буду разбираться, но я перед этим, как разбираться с его епархией, тоже что-то еще скажу, бедный Ленин завещал, видимо, как настоящий христианин, похоронить его на Волковом кладбище, да, вместе с семьей и так далее, теперь подходит к людям, решается уже политическая игра, потом объясню, какая, и говорится, вот Ленин хотел, чтобы его похоронили, вы за то, чтобы похоронили, но это же ваш любимый человек хотел, за что вы говорите, да, я хочу как Ленин, ну известно же, что он просил на Волков, а вообще вот так лежать, боже мой, да, нам надо жить, как в Китае, как в Китае нам надо жить, нам нужен Китай, великий Дэн Сио Пин, но великий Дэн Сио Пин сохранил мавзолей Мао Цзэдуна, имея к Мао Цзэдуну совсем не тот счет, который имел Хрущев, что такое мелкое, как бы сознание советского партийного быдла, и что такое китайский дух, он должен был смертельно отомстить Мао, и за себя, и за сына, и за все, а он сказал, мавзолей и всем поклоняться, потому что это нужно Китаю, и все ходят и поклоняются, ты говоришь, Дэн Сио Пин и великий, но давайте из мавзолея разрушим, не понял, либо Дэн Сио Пин невеликий, либо мавзолей не надо разрушать, в чем смысл единства этих вот, наворотов, этих сумасшествий, но главное не в этом, где документ, я спрашиваю здесь о завещании Ленина, о том, чтобы похоронить на Волковом кладбище, это история, где документ, это фальшивка Корякина, наглая фальшивка ни на чем, это примерный рассказ о том, что Жданов ел пирожные, существующие по принципу, какой-то там мужик заходил к нему, а потом этот мужик под банкой рассказал моему другу, а друг под банкой рассказал мне, это история, это история нации, это история великого народа, который уже пережил катастрофу, это что за балаган, где документ, документа нет, все знают, что это фальшивка, все смотрят масляными глазами, и говорят, но он же просил, попробуйте, скажите сразу людям, что нету этого, им 25 лет мыли мозги в одностороннем порядке, и только сейчас мы можем что-то говорить в интернете, значит главный вопрос заключается в том, чтобы это все было названо сейчас, если это нельзя сделать в крупном историческом сообществе, значит это будет делаться нами, кто еще совесть не потерял, пусть примыкает, масштабы политических репрессий, за 21-53 год, по строгим документам, я говорю, Земсков и другие, не более 2,6 миллиона, при достаточно расширенном толковании, понятнее, жертв политического террора и репрессии, в это число входит, более 800 тысяч, приговоренных к высшей мере, по политическим мотивам, из которых не все мотивы есть политические, 800 тысяч за 32 года, порядка 600 тысяч, политических заключенных, умерших в местах лишения свободы, поправочный коэффициент на то, что люди вообще-то вообще умирают, везде не берем, около 1,2 миллиона в скончавшихся местах высылки, включая кулакскую ссылку, и про транспортировки депортированной народы, тоже есть люди, которые умирают просто так, за 20 лет, сколько-то людей умерло, по причине, что у них были, прошу прощения, рак или какие-нибудь другие заболевания, не берем, вместо этого, 110 миллионов, 50-60 миллионов, западная советология в период Холодной войны, 20 миллионов, западная советология в постсоветский период, и реальная цифра 2,6, и все знают, что 2,6, уже только одно говорят, это все равно такая трагедия, это все равно так много, что дальше некуда, хорошо, но мы давайте построим в центре Москвы стену, напишем на ней великая трагедия, и напишем цифру, а рядом цифры, репрессированных за короткие периоды в Чили, Испании и в других местах, в проценте к населению, и тогда станет ясно, что то, что произошло с нами, это трагический эксцесс, а не беспрецедентная, супер-геноцидная ситуация, которую нигде и никто, кроме русского народа в советский период, не отчинил, что говорит о том, что этот народ недееспособен, и был, и остался им еще на сто лет, ибо в нем ген рабства и безумие, и он сам себя истребляет. Можно по этому вопросу назвать цифру, а потом одни будут говорить, что она гипертрагическая, а другие будут говорить, что она оправдана как все, что в модернизациях и так далее, и не такая. Все разойдутся по своим квартирам, но цифра будет названа всем детям, взрослым, офицерам, сидящим в танках, или в каких-нибудь теперь этих разведках. Они должны знать, сколько на самом деле. Они должны знать, было заявление на Волковском кладбище или нет. Пусть они как угодно отнесутся при этом. Они хотят, чтобы его захоронили. Это их право. Мы никогда не договоримся. Но они имеют право знать, было это завещание, как бы Ленина или не было. Они имеют право знать, сколько было репрессированных. Теперь опять передача. Сидит какой-то экономист. Кривит. Кричевский. Они все время почему-то считают, что я всех знаю. Говорит, вы пришли, там был гоблин. Говорит, этого гоблинка в глаза не видел. Кто такой гоблин? Я говорю, а с гоблином вы притворились? Я говорю, ну как я притворился? Почему он должен знать? Ну, ты знаешь, есть Путин. Коп. Значит, понятно, да? Теперь сидит этот Кричевский. Говорит, страна, это известное дело. Страна накануне Первой мировой войны стремительно росла. А у нее были такие темпы. И какие-то французы. Слушай, темпы роста стран, известные не от французов, а из статистики. Доля России, Великобритании, Германии, Франции в мировом промышленном производстве. 1881-85 год. США 28,6% промышленного мирового производства. В Великобритании 26%, Германия 13%, Франция 8%, Россия 3%. Россия в 9 раз меньше США под долей производства. В 9 раз. Я ему говорю, цифру назовите. Цифру. Он молчит. Я говорю, вы будете отвечать перед экономическим сообществом. Я сомневаюсь, потому что оно есть. Но на всякий случай, пусть боится. И международных тоже. Вы цифру назовите. Он молчит. Говорит, цифру. Вы еще не руководите этой передачей. Я говорю, ты экономист. Назови цифру. Нация имеет право знать, во сколько раз была меньше русская экономика империи, чем американская. Или английская. Скажут, это 81-85 год. В 896-1900 год. США 30%. Россия 5%. Выросла, выросла. Теперь дальше. 1900-1913 год. Да? В США 35,8%. Россия 5,3%. Остановка. Все. Они же берут эти цифры из годов 1896-1900. А то, что после этого происходит остановка, и никакого роста уже нет. А США стремительно идут вперед. И Россия уже составляет по отношению к 35% 5,1-7. Догоняли мы Соединенные Штаты по каким-то характеристикам Советского Союза. Этот период не догоняли, но мы были устойчивы второй страной. В Великобритании 14, Германия догоняет 15,7. И Франция 6,4. В 2013 году Россия производила промышленные продукции в 8 раз меньше, чем США. В 3,5 раза меньше, чем Германия. В 3 раза меньше, чем в Великобритании. В 1,5 раза меньше, чем Франция. Это немытая Россия, скотство, идиотизм. Зачем это все? Цифры можно назвать? И пусть каждый к ним относится по-своему. Кто скажет, а вот там был период роста, а если бы с 3 и 4, с 5 бы она дошла бы уже до 8, а вот еще там мы это как-то перемножим. Ну ради бога, ну вы цифры назовите. Вы не можете оскорблять нацию, не ушедшую с исторической сцены на протяжении 25 лет. Всех оскорблять, либералов, всех, все историческое сообщество. Все живут в дерьме, потому что ни одну цифру нельзя назвать. Ни по одной цифре нельзя договориться. Устройте дискуссию. Что вы прячетесь за чьей-то спиной? Финансовый капитал России составлял 11,5 миллиардов рублей 4,6 процента накануне Первой мировой войны. Мирового финансового капитала, из которых 7,5 или 2,3 составляли иностранные капиталы вложения. Россия по абсолютным показателям превосходила только державу второй величины. Австро-Венгрию, Италию, Японию. И они это знают. Но в несколько раз уступала ведущим державам. В 4,5 раза США и Британской империи по 52,5 миллиарда. 21 процент. И в 4 раза Францию. В 3 раза Германию. Если взять только собственный российский национальный финансовый капитал, без учета иностранных инвестиций, то абсолютные относительные показатели уменьшаются еще в 3 раза. Вот она. Это реальная Российская империя. Дальше на меня выходят и говорят. Вы знаете, мы понимаем. Ведь все-таки держава и Российская империя перед войной, это же было такое могучее дело. Это же было такое. Это же такой мон. Это же так все шло. И евреи остановили, потому что понимали, что сейчас их не США. И все прочие. Цифры, назовите цифры, лапоньки. Кого выставляют сразу там? Еще не я не начал говорить. Делягин начал говорить, что Митлевая. Типичную православную кликушу. Тяжелую. В абсолютно таком ясном состоянии. А-а-а-а, гагы убили всех. Это самое. Я много раз спрашивал и все время хочу спросить. Понимаю, все неделикатность этого вопроса. Я говорю, что вообще людей убивать без суда это всегда плохо. А детей так ужасно. И все-таки хочу еще раз спросить. При чем тут серная кислота? Ну, при чем теперь? Зачем им надо выписывать, привозить? Что с ним надо делать? Ну, вы возьмите там каком-нибудь... На рынке купите там что-нибудь. Плесните, посмотрите. Берутся ветки. Ломаются. Чуть-чуть бензина. Зажгли. И ничего нет. И почему люди считают, что лорд Оуэн, расследуя убийство Митвиненко, не объективен, а колчаховская контрразведка, расследуя убийство царя, объективна? Почему она должна быть объективна? И я бы на их месте не был объективен. Почему? Идет война. Вся разница заключается в том, что они тут же начали транслировать оккультные мифы. А эти-то наши боятся этих мифов, естественно. Там же все завернуто в ритуальное цареубийство. А этого они уже боятся. Потому что они как кто, что, это все нам не надо. Тогда совсем возникает полный бред. Но этим бредом больна нация. Советский Союз распался, потому что был принцип как бы права нации на самоопределение в ходе до отделения. А в Османской империи был такой принцип? А в Остренгерской империи? А в Российской империи он был? И что, она не распалась? И большевики ее снова не собирали? Шла гражданская война. Как можно было победить белых? Только одним способом. Подняв всех нацменов. Что надо было делать, главное, с Дюникиным? Чтобы все северокавказцы и кавказцы вообще от него отвернулись. Почему? Потому что вот память, это казаки, нагайка, да? Донбасс не может принять казаков. Там просто, ну понятно, да? Там ментальные и так далее. Значит, там свои были дела. Значит, что говорили? Кто такие все эти революционеры против царя? Они, половина из них сепаратисты. Значит, они победили. И мы получили ситуацию, которую мы сейчас пытаемся сделать. Евразийский союз и черт еще что. Так вот что, после того, что все распалось? И возник Казахстан, Украина и все. Можно все взять и собрать вот так в унитарное государство? Так ведь собрали. Взяли и собрали. Естественно, расшаркиваясь перед ними, говоря, право нации, самоопределение, все. Взяли право нации, сказали, право нации есть. Но только у нас единая армия. Единые спецслужбы. Одна партия. Единые финансы. Единая милиция. Да? И так далее. Поэтому ты попробуй пыркнись. Пискни про это самоопределение. Ваврентию Паучу. Кому и когда мешало распасть отсутствие этой статьи? Ей придали живой характер. И она знала работать. Почему? Потому что сама правящая партия и все прочие предала народ. Предала себя. Предала государство. И начало раскручивать это отделение. для того, чтобы воровать. Это ее бесконечное преступление. За это должна ответить вся партийная верхушка. Потому что на 28-м связи уже было абсолютно ясно, что Горбачев все предал. И за него голосовали. И не было ни контроля КГБ, ничего. Все это не сталинская эпоха. Его снять было. Тьфу. Все. Партия переходит в оппозицию. Спасает себя. Снимает Горбачева. И начинает говорить о социалистических ценностях. Сколько времени продержится Горбачев? И сколько времени продержится Ельцин? Нисколько. И погубили себя, свою власть. Все. И рабски протянули руки за человека, который смотрел на них с отвращением. И занимался их убийством. И они понимали, что он их убивает. Но они надеялись стать банкирами. Но при чем тут? Есть это право нации на самоопределение? Нет. В арабском халифате его не было. И что? Главное, в Российской империи его не было. Это помешало отделиться Украине до большевиков. Большевики получили отделенную Украину. Кто-нибудь не знает, что это так? Но так надо, чтобы узнали. Государственный долг. Государственный долг России. В 1913 году стоял 8,8 миллиардов рублей. Имеется в виду золотые рубли. А в 1917 сколько? 50 миллиардов. Ты пыркнешь. Выйди из Антанты. Попробуй. На тебе 50 миллиардов долга. Это то же самое, что сейчас триллион. Или больше. Значит, этот госдолг рос страшнее, чем при Ельцине. А нам говорят о благополучной стране. С высокоразвитой промышленностью и благополучным населением. Теперь о населении. Национальный доход в России на одного человека в 1894 году был 67 рублей. В 1913-м 101 рубль. Таким образом, в абсолютном выражении рост составлял 34 рубля. И по этому поводу все кричат. Теперь сравним с развитыми странами. И мы сразу выясняем, что Россия не только не догоняла эти страны, а отставала. Но это никто не говорит. Потому что за рассматриваемый период, про который орут как резаные, доход на душу населения в Англии вырос на 190 рублей, а не на 34. С 273 до 463. Или на 53 доллара. В Германии на 108 рублей. Во Франции на 122 рубля. А теперь в отставах странах. В Италии на 126. В Австро-Венгрии на 100. И в США на 138. И это же знают все. Что доходы во всем мире росли стремительно, а здесь нет. Здесь было замедление роста по отношению к другим странам. За 50 лет между... Это же Майкл Корд, советский колосс. За 50 лет между 1860 и 1910 Россия по данному жизненно важному измерению индустриального прогресса, доходу на душу населения, не смогла обогнать даже Испанию и Италию, наименее развитые страны того времени. В 1900 году продукция на душу населения в России была равна 1,8 от США, 1,6 от Германии. Перед войной эти цифры, соответственно, были 1,1 и 1,8. В 1913 году Россия производила 2,1 угля и почти наполовину меньше стали, чем в Европе Британии. Страна с населением вдвое меньше, чем у России. Более половины промышленного оборудования импортировались. В СССР общий объем промышленного производства к 1940 году превысил объем 2013 года в 7,7 раза при восстановительном периоде гражданской войны. В промышленность сложились новые пропорции. Валовая продукция промышленности, взятая за единицу в 13-м, в 40-м 7,7, в 50-м 13,3, в 60-м 40, в 70-м 90 и в 75-м 131. Удельный вес промышленного производства растет в 13-м 35, в 40-м 61, в 50-м 68, в 60-м 72, в 70-м 73,4, в 85-м 74. Кто считает, что Ленин, я, например, не очень понимаю, почему, если пришла новая власть, проклевать царя и все прочее, почему бы ей не поставить звезды? Или хоть бы портрет, я не знаю, кого, Карла Маркса на Кремль. Кто считает, что Ленин поставил звезды на Кремль? Поднимите руки. Никто, да? А кто среди народа считает это? Жириновский. Повесили эти звезды масонские. Это не было никогда связано с православным русским народом. Уничтожил русский народ. Россия, он убрал от царских орлов, с кремлевских башен. Повесили звезды масонские, да? Звезды над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились в октябре 1935 года. Через 13 лет после смерти Ленина. Ленину было не до звезд, понимаете? Разрушенное хозяйство. Он мирно ездил в Кремль на своей машинке, а там стояли эти орлы. И они совершенно не беспокоили его душу. Он убрал орлов! Кто убрал орлов? Когда убрал орлов? Успокойтесь, вода! Что-нибудь. Первые звезды были изготовлены для ржавеющей стали и красной меди. Знаки серпа и молота на них из уральских камней самоцветов, освещенные снизу прожекторами, украшали Кремль два года. Но под воздействием атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли праздничный вид. В мае 1937-го было решено установить 20-летие Октябрьской революции на пяти кремлевских башнях, в том числе на водовзводной Рубиновой звезды. Они зажглись 2 ноября 1937-го. Он русофоб! Кто не знает, что Ленин русофоб? Вроде там все калмыкские родственники, или другие, евреи. Это же все Деникинская и Врангельевская пропаганда. Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Жириновский. Это как может быть? Что он сказал про русских? Брошюры «Очередные задачи советской власти». В газете «Правда» глава «Повышение производительности труда». Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями, и это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться работать! Эту задачу советская власть должна поставить перед народом во всем объеме. Я вам объясню, что такое работа Деникинской, Врангельевской и прочей пропаганды, переведенной на ЦРУ. И что было брошено в мозги всех этих капитанов, майоров, покончивших среднюю школу. Ленин. А на Россию мне плевать. Русские говнюки. Жириновский. В эфире «Лайфт Ньюз» без задурачиваний ваших мы власть не захватим. И так далее. Сергей Журавлев. Заместитель директора Института Российской Истории. В передаче Норкина. Я был на ней. Журавлев. Мы в Институте Российской Истории проверили эти цитаты, потому что были присланы с Государственной Думы. Комиссия была. Мы проверили по архивным данным. Примерно 50% из того, что вы сейчас зачитали, фальшивки. Жириновский. 50%. А остальное были? 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 Журавлев. А остальные, они выдраны из контекста. Жириновский. А 50% правда? Русские говнюки, террористы, убивать русских. Половина правда, Журавлев. Это как раз и есть часть фальшивки. Это чему-нибудь мешает? Это что? Это клоуны все. Это национальное достоинство какое-то. Какой-нибудь, да? Жириновский. В эфире Life News. Истинно русский человек, великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник. Это он про нас с вами говорит. Про русских. В эфире Life News. Письмо Ленина. К вопросу о национальностях или автомизациях. 30 декабря 22. При таких условиях очень естественно, что свобода выхода из союза, который мы оправдываем себя, окажется пустой бумажкой, не способны защитить русских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросс и шовиниста, в сущности подлеца и насильника, которым является типичный русский бюрократ. Значит, не русский человек, истинно русский, шовинист. Какая-то издевка. Истинно русский человек, великоросс, шовинист, подлец, в сущности и насильник, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих может утонуть в море шовинистической великорусской швари, как муха в молоке. Он имеет в виду бюрократию. 21 января 2015 года, Жириновский в эфире Life News. Ленин писал Дзержинскому в декабре 2019-го, в клену миллион казаков. Ленин накладывает революцию, расстрелять всех до одного. По одному письму. Одна резолюция, миллион казаков. Это дети, жены у них остались без кормильцев. Этот человек уже живет у нас в центре. Это что почитать? Это состав преступления. Цитируемая фальшивка полностью выглядит так. В Ростове захвачены в плен 300 тысяч казаков войска Донского. 19 декабря 2019 года. В районе Новочеркасска удерживаются в плену более 200 тысяч казаков войска Донского-Кубанска. В городе Шахты, Каменске, удерживаются 500 тысяч казаков. За последнее время сдались в плен около миллиона казаков. Пленные размещены следующим образом. В Геленщике 150 тысяч, в Краснодаре 500, в Белореченске 150 тысяч, в Майкопе 200, Тимрюк 50, прошу санкции. Председатель ВЧК Дзержинский. Резолюция Ленина на письме расстреляет всех до 1 30 декабря 2019 года. В резолюции указан 19 год. Но город Шахты с 1881 по 21 носил название Александров-Грушевской. И он не мог фигурировать ни в одном документе, как Шахты. А город Краснодар до 7 декабря 2020 носил название Екатеринодар. То есть Дзержинский не мог написать названия городов, которых в 2019 просто не было. Исторические сведения о занятии перечисленных городов рабочей крестьянской красной армии. Ростов 10 января 2020 года, Новочеркасск 8 января 2020 года, Майкоп 22 марта 2020 года, Краснодар до 2 декабря 2020 года, Ереки Зеленодар 17 марта 2020 года. Предположительный источник фальшивки. Юфельт Шинский, Ген Азаров, Латышев. Фальсификация абсолютно очевидна. Миф номер 8. 21 января 2015 года. Жириновский. В августе 2018 Ленин отправил большевикам в Пензу. Повесить, непременно повесить, чтобы народ видел не меньше ста зажиточных крестьян. Вот у нас сейчас плохое хозяйство сельское. Это то, что Ленин там расстрелял. Всех. Реальная фальсификация осуществлена Анатолием Латышевым. Оригинал написан 11 августа 2018. В Пензу. Кураеву, Бош, Минкину. Товарищи, восстание пяти властей Кулачья должно привести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции. Ибо теперь везде последний решительный бой с Кулачьем. Образец надо дать. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше ста заведомых Куваков, богатеев, кровопийцев. Прикуплять их имена, отнять у них весь хлеб. Назначить заложников. Согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотню верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал. Душат и задушат кровопийцев Куваков. Телеграфируйте получение исполнения. Речь идет о восстании, при котором отсеклись продовольственные ресурсы. Наиболее снабжаемые в области Пензенского маршанского района Пензенской области. Восстание ликвидировано 12 августа 2018 года. Местным властям удалось сделать путем агитации с ограниченным применением силы. Реакция на убийство пяти продармейцев, трех членов сельского совета, села Кучки Пензенской области. Организаторы этого убийства и мятежа были арестованы и расстреляны. По отношению к действиям французской революции, это просто ангельские дела. Потому что знали, крестьян много. Трогать надо осторожно. В конце 2017-го, когда Ленин возглавил правительство, он предложил расстрелить каждого десятого тунеядца. Это был период массовой разработки. У людей нет работы. Каждый десятого расстрелять. Расстрелять. Как организовать соревнования? 24-27-го, 17-го. Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми жуликами-тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике коммунами, мелкими ячейками в деревне и городе. В разнообразии здесь есть ручательство жизненности, поруку успехов, достижение общей единой цели, очистке земли российской от всяких вредных насекомых, от блох, жуликов, клопов богатых и прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжины жуликов, полдюжины рабочих, отвынивающих от работы. Так же хулигански, как отвынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях. В другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их по отбытию карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. В пятом придумают комбинации разных средств путем. Например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и ульханов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает, ибо только практика может выработать наилучшие приемы и средства борьбы. Ленин. Швейцарию посылал телеграммой. Русским дуракам раздайте работу. Пусть посылают сюда вырезки из газеты. Неслучайные номера, как делали идиоты до сих пор. Везде оскорбления против русских. Всех русских называют дураками. В письме Березину, русскому послу Швейцарии. С них спрашивать два-три листка и брошюру в неделю. Выдавайте темы и материалы для компиляции. Значит, иностранцы хоть как-то работают, а русским дуракам имеются в виду те, кто сидят в посольстве. Раздайте работу, посылайте вырезки, а не случайные номера, как делают идиоты. Назначьте ответственных из этих лиц. Лейтсон и другие, мы их приструним, а то нет ответственных. Статьи Фолькаш и других газет писали, что те советы не для Европы, по словам черных, не присваны сюда. Кого пороть вы должны назначить ответственных? Речь идет о работниках посольства, а не о русских людях. Иностранцы, швейцарцы эти работают, а русские, это имеются в виду все, там евреи, кто там сидит. Дайте этому Лейтсону доказать, чтобы он, чтобы что-нибудь высылали. Высылают хрен чего, компиляцию, справку, информационную. Это вот сейчас разговор, так сказать, об агентстве. Да, новости надо не так делать, а так. Чего шлете? Оскорбление русского народа. И, наконец, Россия тюрьма народов. Это его клише. Справка. Россия тюрьма народов. Было сказано французским маркизом Асдольфом де Кюстином, жившим в 1790-1857. Цитата. Сколь не необратная империя, но она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора. А Николай I, европейского задарма, назвал тюремщиком одной трети земного шара. Он не говорил о межнациональных отношениях, русских, нерусских. Он говорил, что нет гражданского общества. Герцан назвал эту книгу занимательной и умной книгой, написанной иностранцем. Учиться, что было популярно, начали говорить тюрьма народов. Позже это выражение переосмыслил Ленин, который сделал упор на угнетение русских народов в России. Говорит, запрещение честования Шевченко. Будет такой превосходной мерой с точки зрения агитации против правительства, что лучшей агитации представить нельзя. После этой меры миллионы обывателей станут превращаться в сознательных граждан, убеждаться в правильности изречения, что Россия есть тюрьма народов. Нельзя же это допустить. Значит, во-первых, это сказал Декюстин. Это надо сдавать на экзаменах. Во-вторых, повторил Герцан. В-третьих, Ленин ни разу так не называл, хотя мог бы. Это было общепринятое. А сказал, если сейчас же с украинской политикой что-нибудь неизменимой культурой, скажут, что мы тюрьма народов. Что вы не сказали, менять политику. Жириновский. Пойдите на Мясницкого пить книги. Все архивы про красный террор. Все цифры. 24 миллиона положили большевики за гражданскую войну. Великий отечественный счет 30. Со всех стрелок 100 положили. 100 миллионов лежат в могиле. Пусть труды откроют своего святого. От 55 томов. На каждой странице расстрелять и расстрелять. Глагол один знал человек. За гражданскую положили могилу 24. Великую отечественную счет 30. Это палачество продолжается. Первое. Поскольку электронный вид передано, полное издание Ленина. Оно в электронном виде есть. Оно заводится в машину. Набирается слово расстрелять. И смотрит, сколько раз сказано это слово. В 55 томах. Оно сказано 13 раз. Есть мнение. Теперь. В гражданской войне действительно трагически население страны сократилось на 12 миллионов. Сюда входит и белая иммиграция, которая уехала и все прочее. 12 миллионов есть. Никаких 24 нет. Но это сокращение населения в ТИФе и во всем чем угодно еще. За контрреволюционную деятельность осуждено за время так называемого красного террора. 62 тысячи 231 человек с 18 по 20. 25 тысяч к расстрелу. В любом случае, даже если эта цифра не включает каких-то категорий, с которыми что-то произошло, ни о чем кроме 100 тысяч говорить невозможно. На самом деле, скорее всего, цифра не превышает 50. Но сумасшедший барьер 100 тысяч. Говорится 24 миллиона. 2 августа 1992 года в пресс-центре Министерства безопасности состоялся брифинг, на котором начальник отдела регистрации архивных фондов тогдашнего спецведомства Краюшкин заявил журналистам, приглашенным, что за все время коммунистической власти в 1890-е в СССР по обвинению в государственных преступлениях и другим статьям Уголовного кодекса аналогичного свойства осуждены 3 миллиона 853 тысячи 900 человек. 827 тысяч 995 из них приговорены к расстрелу. В терминологии, прозвучавшей на бритинге, соответствует формулировке за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления. Любопытна реакция средств массовой информации на это событие. 92-й год. Большинство газет обошли гробовым молчанием. Однако, одним эти цифры показались слишком большими, другим слишком маленькими. В итоге, редколлегии газет и журнал предпочтение публиковать материал, утаив от своих читателей общественно значимую информацию. Вот молчание, как известно, одна из форм клеветы. Опубликовало известие. Данные МВД чуть-чуть больше. 4 миллиона 60 тысяч человек. Вопрос о том, что называть жертвами политических репрессий. Потому что на особых совещаниях и других органах дела, как политических, особо важных государственных преступников, распространялись на обычных уголовниках, грабивших заводские склады, колхозные и кладовые. Они шли по категории контрреволюционеры. Сколько из них надо отсеивать? Это открытый вопрос. К расстрелу за гражданскую войну 25 тысяч. Военнослужащие. Действительное число потерь военнослужащих гражданского населения. 41-45. 16 миллионов, 11 военные, 4,5 гражданские. Цифры оспариваемые. По данным справки о боевых потерях личного состава вооруженных сил, управления, учета и контроля зачистенно-вооруженных сил, наркомата, обороны, потери военнослужащих составили 9,675 тысяч, включая 3,44 миллиона пропавших без вести, попавших в плен. По данным справки об итогах расследования кровавых преступлений, замучили 6,716,660. В феврале 46-го все людские потери оценивали 7 миллионов. В марте 46-го Сталин в интервью корреспонденту газеты «Правда» подтвердил эту справку. В 56-м году, после уже того, как со Сталином все было закончено, Старковский написал записку в СК, сказал, что потери составили более 20, включая снижение ожидаемости и так далее. Значит, с 7 миллионов сталинских все подскочило при Хрущеве до 20. Потом Хрущев написал шведскому премьер-министру Эрландору, что война унесла два десятка миллионов жизней. Потом Брежнев сказал, что более 20 миллионов. Потом Горбачев сказал 27 миллионов. Потом Сауженицын испанскому телевидению сказал 44. Потом Ельцин сказал 27. Потом все это снова начало снижаться. Потом опять это все говорилось вплоть до 100. То есть на самом деле никакого разговора о том, что называется, что было сказано, просто не может. Ни о каких вот этих чудовищных потерях. Лишь потери и так чудовищные. Они огромные. Зачем их еще преувеличивать? Только для того, чтобы доказать, что все завалили трупами. Царская семья. Большевики вырезали всю элиту. Самых лучших, чиновников, ученых, офицеров, полиция, сыщиков. Все самое лучшее. ГУАГ, Сибирь, расстреливали. Откройте труды святого Ленина. На каждой границе. Расстрелять, расстрелять. 55 томов. Вы сами, коммунисты, не считаете Ленина. На каждой странице расстрелять. Только один глагол знат. Расстрелять. Возможно, он был умный. Мы же не говорим, что дурак. Мы говорим о последствиях. Соловьев, старший следователь по особо важным делам, главного следственного управления, следственного комитета препаратуры Российской Федерации, получил известность в расследовании обстоятельств гибели царской семьи. Пришел к выводу, что расстрел, цитата, был даже своего рода провокацией против Ленина и той линии, которую он проводил. Представьте, левыми эсерами, то есть теми же радикалами, в начале июля, 18-го года убит германский посол Мирбах. Это провокация, чтобы вызвать обострение отношений с Германией вплоть до войны. Уже появилась угроза, что в Москву будут посланы германские воинские части. Тут же левый эсеровский мятеж. Словом, все балансирует на грани. Ленин прилагает огромные усилия, дабы как-то сгладить навязанные советско-германские конфликты и сбежать столкновения. Зачем ему в этот момент расстрел германских принцесс, каковыми считались дочери Николая II Александра Феррова? Ленин по таким сугубо практическим, прагматическим соображениям не мог этого хотеть и убежден к этому не стремился. Наоборот, совершенный фактически направлен против него. Приняв решение о расстреле царской семьи, осуществив его руководителя Уралсовета, поставили Кремль перед фактом. Абсолютно точно можно сказать, что к 16 июля 1918 года, то есть накануне расстрела, в Москве готовился вовсю суд над Николаем II. Есть документы этой подготовки. По свидетельству одного из участников событий, ожидалось направление на дом отряда анархистов, лидер, который кричал в совдепе большевика. Вы не уничтожите Николая Кровава, мы сделаем. Когда сегодня называют Ленина и Свердловым инициативным инициативным, произошедшим в Керенбурге, реальность просто закрывает глаза. Эта расправа им не только была не нужна, но, скажу так, прямо невыгодна, ведь за живых членов царской семьи можно много чего было выторговать у мировой буржуазии. Вывод мой такой. Вопрос о расстреле 17 июля царской семьи и ее приближенных и слуг ни Лениным, ни Свердловым не согласовывался. О том, что решение о расстреле Николая II не было известно Ленину вплоть до 17 июля, говорит, например, тот факт, что на запрос Капегангерской газеты по поводу слуха погибели царской семьи Ленин отвечает, бывший царь невредим, все слухи только ложь капиталистической прессы. Вопрос Соловьеву. Есть ли хоть какое-то косвенное документальное свидетельство, так сказать, уличающее Ленина и Свердлова в организации расстрела бывшего царя его семьи? Соловьев. Нет. Можно было бы один факт привести, но и он, как выясняется, изначально недостоверен, хотя ссылаются на него. Речь идет о гораздо более поздней, 30-х годах, записи в дневнике Троцкого. Пишут о том, что уже через какое-то время, будто бы приехав с фронта, узнал о гибели царя его всей семьи, спросил Свердлова, кто решил, и тот якобы ответил, и лич решил. Но такого разговора спустя время не могло быть. Не могло быть по той причине, что в протоколе заседания, на котором Свердлов объявил о расстреле бывшего царя, среди присутствующих фигурирует Троцкий. Он не с фронта приехал и изумился, он был на совещании, где об этом информировали. Стало быть, он сочинил этот разговор о том, что после приезда с фронта узнал и стал говорить со Свердловым. Ленин террорист. Ну, сколько и здесь собравшихся, и другое дело, сколько в стране знают, что Ленин пришел к Плеханову, Плеханов был в народной воле, и Плеханов говорил, что мы отказываемся от террора ради чего-то другого, ради других методов борьбы. Сколько людей знает, а знали в Советском эпоху все, что Ленин говорил, мы пойдем другим путем, не таким путем надо идти, имея в виду террор. И сколько людей понимают, что террор тогда, то есть убийство высших должностных лиц, например, Засулич встречал Острепова, который распорядился унизить студентов физическим наказанием, розгоним. И террор сегодня со взрывами магазинов, это два диаметрально противоположных террора. Так вот, даже против того террора Ленин все время выступал, потому что большевики выступали. В 901 году отстаивая то, что вопрос о терроре говорит, обсуждение этого вопроса с принципиально-тактической точки зрения непременно должны поднять социал-демократы. Либо рост движения сам собой стихийно приводит к учащающимся случаям убийства шпионов, к усилению страстного возмущения в рядах рабочих, социалистов, которые видят все больше и больше части их товарищей, замучиваются насмерть в одиночных тюрьмах и в местных ссылок. Чтобы не оставлять место недомовкам, а говорим теперь же, что по нашему личному мнению террор является нецелесообразным средством борьбы, что партия как партия должна отвергнуть его. Том 4, страница 223. Отстаивая это в 901 году в статье «С чего начать», суть дела именно в том, что террор выдвигается как самостоятельно и независимо от всякой армии, средства единоличного нападения. Да, при отсутствии центральной и слабости местных революционных организаций террор не может быть ничем иным. Вот поэтому-то мы решительно объявляем такое средство борьбы при данных обстоятельствах несвоевременным, нецелесообразным, отвлекающим наиболее активных борцов от их настоящей, наиболее важной в интересах всего движения задачи, дезорганизующим правительственные и революционные силы. Что делать? У экономистов, современных террористов общий корень, именно преклонение перед стихийностью, о которой мы говорили, как о явлении общим. Террористы преклоняются перед стихийностью самого горячего возмущения интеллигентов, не умеющих или не умеющих возможности связывать революционную работу в одно целое с рабочим движением. Кто изверился или никогда не верил в возможность рабочего движения и организованной борьбы, там и действительно трудно найти иной выход своему возмущению и своей революционной энергии, кроме террора. Но это же понятно, что когда говорится, что мы пойдем другим путем, то мы пойдем не путем террора. Это размежевывание с народной волей, с героической организацией, с которой размежеваться было трудно. Горький. Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта. Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которые он считал врагами, не только готовность, а и забота в будущем. Так, например, одному генералу, ученому-химику, угрожала смерть. Горький стал уверять Ленина, что этот генерал не виноват. Ленин попросил Держинск, чтобы тот разобрался. Через несколько дней Ленин позвонил Горькому в Петроград и говорит, а генерала вашего выпустим. Кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать-то? Горький говорит, гомоэмульсию. Да-да-да, корболку какую-то. Ну пусть варит корболку. Вы скажите ему, что ему надо-то? Через несколько спрашивали, а как генерал-то устроился? Много писали о жестокости. Разумеется, говорит Горький, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты от уже их клеветы. Я знаю, говорит Горький, мне просто нравятся эти слова, что клевета и ложь – узаконенный метод политики мещан, обычный метод борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это всем известно. Горький цитирует Ленина. Мы в идеале вообще против всякого насилия над людьми. Ленин. Всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждение к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Недостаточно брать вон капиталистов, надо, убрав вон негодных, безнадежных сопротивленцев, поставить всех остальных на новую государственную службу. Это относится и к капиталистам, и к известным верхнему слою буржуазной интеллигенции служащих. Их надо поставить на службу, а не уничтожать. Ленин. Дальше. И на него же давят успехи и трудности советской власти. Скажут, Ленин говорит, это цитата, вместо насилия Ленин рекомендует моральное влияние. Но глупо воображать, что одним насилием можно решить вопрос организации новой науки и техники в деле строительства коммунистического движения. Использовать аппарат буржуазного капиталистического общества. Вот что нам нужно. Военная элита, перешедшая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Кавторадзе, военные специалисты на службе Республики Советов. Таким образом, военные специалисты составляли от 130 тысяч 914 человек примерно 56%. То есть 73 тысячи, округленно 75 тысяч бывших генералов и офицеров. Указанная численность военных Красной Армии к концу Гражданской войны составляла до 30% от всего офицерского корпуса Старой Армии. Офицеров Старой Армии, которые служили в белых и других армиях, мы приняли за 100 тысяч. Что составляло в среднем до 40% офицерского корпуса Старой Армии. Оставшаяся часть ушла в никуда. 30% в никуда, 40 к белым, 30 к красным. Поскольку невозможно было представить себе, что хоть один уйдет, то даже как бы не относиться к этим цифрам. Они минимальные. Если им не верить, то есть цифры Бурцева, Витлугина, Вяткина и других, которые говорят, предатели нахлебники. И делают список всех изменников Родины, которые перешли к большевикам в верхнем офицерском слое. Так этот список ого-го. Деникин. Красная Армия строилась исключительно опытом и умом старших царских генералов. Старших царских генералов. Все органы Центрального военного управления возглавлялись генералами-специалистами. Особенно широко они присутствовали в работе генерального штаба. Бонч Бруевич Михаил Дмитриевич. В царской армии занимал ряд штабных должностей во время политической войны генерал. После февральского перевод начальник гарнизона Пскова. После взятия Риги германскими войсками командующий армией Северного фронта. В момент Октябрьской революции одним из первых твердо стал на сторону советской власти. Занимая в последующем посты начальника штаба Верховного уголовного командующего. Верховного военного руководителя Высшего военного совета. Начальника полевого штаба Революционного военного совета республики. Принимал значительное участие в организационной технической работе по созданию Красной Армии. В организации обороны. Белые объявили Бонч Бруевича вне закона. В начале гражданской войны ими была сделана попытка захватить его налетом на поезд. В котором он по их расчету находился. Таубе. Александр Александрович фон Таубе. Барон фон Таубе. Сибирский красный генерал. После Октябрьской революции. Одним из первых его начальников перешел на сторону советской власти. В апреле 17-го поддержал предложение омских большевиков о передаче управления войсками военно-окружному комитету. 2 сентября 18-го года арестован белогвардейцами в Бадайба. И приговорен военно-полевым судом в Екатеринбурге смертной казни. От предложения публичного отказа от большевизма. И обещанных ему высоких паустов в белогвардейских войсках. Вплоть до командования Сибирской армии Калючака. Отказался. Умер в камере. Он что был большевиком? Это Таубе. Одна из самых элитных военных фигур империи. Немец. Служил в Балтийском флоте. Перейден в морской агентштаб. Во время войны служил в ставке верховного командующего. В 15-м году командующий канонерской лодки Донецк. В 16-м командующий Черноморским флотом. В 19-м вступил в РКА. В августе-октябре 19-м начальник штаба Южной группировки 12-й армии. Участвовал в разгроме войск генерала Врангеля в Крыму. В создании рабочекрестьянского Красного флота на Черномазовских морях. С февраля 20-го по 21-й командующий морскими силами республиками. Одновременно управляющим делам Народного комиссариата по морским делам. В 41-м произведен вице-адмирал. Беренс Евгений Андреевич. После Октябрьской революции перешел на сторону советской власти. С ноября 1917 года начальник морского генштаба. С апреля 19-го года командующий морскими силами республики. В 22-м, 24-м для особо важных поружений при РВС республики. Член советской делегации при заключении военно-морского договора с Финляндией. Зачем на Генуэзской и Лазанской конференции. С 24-го военно-морской атташе в Великобритании. С 25-го во Франции. 27-й Москва-эксперт. Одна из самых престижных фигур царской армии. Альфатор Василий Михайлович. Член РВС, первый командующий морскими силами. К моменту февральской революции. Оперативный руководитель Балтийского флота в члене контр-адмирала. После Октябрьского переворота. Один из немногих остался на посту, выполняя обязанности. С начала мирных переговоров по предложению морской коллегии отправлен в Брест. Оказал крупные услуги делегации. Завелось доверие. После работы делегации пишет Йоффе. Я служил до сих пор потому, что считал необходимо быть полезным России там, где могу и так, как могу. Но я не знал вас и не верил вам. А я и теперь очень многого не понимаю в вашей политике. Но я убедился, что вы любите Россию больше многих из наших. Теперь я пришел сказать вам, что я ваш. В 2018 году назначен членом коллегии наркомата по морским делам. Осенью. Командующий морскими силами и член Революционной республики. После Брестского мира единственный специалист по административно-техническим вопросам. За год напряженной работы привел в порядок флот. Организовал флот на принципиально новых и более эффективных началах. Объединил лучшую часть офицерства, для которой он пользовался огромным авторитетом. Фантастическая работа надломила здоровье и в 2019 году умер от разрыва сердца. Игнатьев Алексей Алексеевич. Но это уже как бы сын Игнатьевой и Книжны Мещерской. Другой, так сказать, был исключен из товарища Кавалергард. Блестящий офицер. Был исключен из Пажевского корпуса белыми. Под воззванием призвавшим к суровому суду над отступником подписался родной брат Игнатьева. Инициатор создания кадетского корпуса в Москве. Названного Суворовским училищем. Весь ЦК большевиков был против Октябрьской революции. Хотели трое. Ленин, Строцкий и Свердлов. Они ее совершили. Шестой съезд РДРП. 26 июля, 3 августа 1917 года. Присутствует 157 делегатов с решающим голосом. 110 со совещательным голосом. Представляют 176 членов партии. Так как контрреволюция в ходе июльских событий организовалась и укрепилась. Советы не могут в данное время взять власть мирным путем. Записав в резолюции, что мирный переход к власти к Советам стал невозможен. Съезд снял лозунг. Вся власть Советам указал. Цитаты из съезда. Правильным лозунгом. В настоящее время может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии. Съезд взял курс на вооруженное восстание. На подготовку масс к моменту, когда вообще национальный кризис, глубокий революционный подъем создадут условия. Значит, прежде всего это поддержал съезд. Далее начались заседания ЦК. 10 октября заседание состоялось на квартире Башевички Сухановой. Там присутствовали все, так сказать, кто мог собраться из членов ЦК. Их там оттюдь не три человека. Там Ленин, Бубнов, Зиновьев, Каменев, Кавантай, Ломов, Свердлов, Сокольников, Сталин, Троцкий, Урицкий. Лишение ЦК. Нацелить партию на практическую подготовку восстания. 16-29 октября. Расширенное заседание. Станция Лесновско-Уделинская районные уплавы. Болотная улица 13. Мемориальная доска. Председателем управа был Калинин. Присутствовали члены ЦК, представители исполкома, военные организации. Ленин отмечил, что политическое положение в России и Европе диктует необходимость политики вооруженного восстания. За 19 против 2 воздержались 4. Поддержанная резолюция ЦК, октябрьское заседание, призвало рабочих и солдат к усиленной подготовке восстаний. Так можно вообще? Каменев и Зиновьев действительно это все отрицали, но проголосовало опять-таки большинство. Миф на революцию дал брат Свердлова, американский банкир. Вот пятая колонна. Умер полной сейф-валютой и целых украшений ювелирных. А где весь золотой запас в России ювелирный? Все, что царь накопил, все вывезли. Это Бениамин Михайлович, брат Свердлова, меньшевик, которого ссылали по этапам и все прочее, который потом уехал, который по приказу Свердлова вернулся, занимал различные посты. Был расстрелян в 1936 году, но это не имело никакого отношения к его банкирской деятельности. Участвовал в восстановлении железных дорог и всем прочем. Как бы американские данные. До Октябрьской революции вжил США, где безуспешно пытался руководить банком, разорился и вынужден был жить в бедности. На деньги Свердлова все сделали. Все. Как строили свободы и фабрики? Гулах строил. Отличной работой. Люди, которые обречены на смерть. Кто ввел каторгу царскую? Представьте, отменили каторгу. Большевики ввели в 1943. Сталин ваш ввел понятие каторга. Тюрьмы мало, лагеря мало, пытки мало, детские дома мало. На каторгу отправляли. Концлагеря появились. На Кубе. В 1895 году. Затем широко использовались в Англобургской войне. В 14-м году возникли знаменитые концлагеря. Талергоф и Терзин. Узниками стали прорусские жители Украины. Это были настоящие лагеря. Проволока, так сказать, чисто поле и так далее и все прочее. Это были действительно полные копии предшественники нацистских лагерей Дахауа, Свенсома и Требленки. Среди австрийских концлагерей Талергоф, по свидетельству узника Терзина-Ваврика, был лютеющий застенок из всех австрийских тюрем. Причем тут большевики, которые, оказывается, это все открыли. Колхозы. Дело тяжелое. В 1925 году было произведено 724 миллиона центнеров. В 1926 – 768, но в 1927 – 723. В 1928 – 733, но в 1929 – 717. Производство зерна реально, после восстановительного периода, колебалось на уровне выше довоенного. И это не могло не стать проблемой для общества, которое вступило на путь индустриализации. К 1927 году в стране насчитывалось 24-25 миллионов крестьянских хозяйств, каждая из которых в среднем имела по 4-5 гектар посевов, одну лошадь, одну-две коровы на 5-6 едоков при двух-трех работниках. Крестьянский труд оставался ручным. 15% хозяйств имели селки, жнейки, молотилки. Среди пахотных оружий – деревянная коса, убирали хлеб в основном серпом и косой. Урожайность зерновых – 7-8 центнеров с гектара. Один работник в сельском хозяйстве кормил кроме себя самого одного человека. При счете работников среднегодовые – двух. Уровень механизации в 1928 – меньше 2%, в 1932 – 19%. 26 марта 1932 года было принято постановление ЦК, которое обязало местной организации не только прекратить принудительное обосчисление скота, а помочь колхозникам в обзаведении пользовательным скотом. Женинов, у нас плохое сельское хозяйство, потому что Ленин расстрелял всех крестьян. Но Сталин-то ничего не соображал, решил дальше продолжать. Понимал, что новая политика продлится, большевых выгонят. Потому что крестьяне поднялись, много хлеба, хозяин. И силой забрали хлеб, а крестьян уничтожили. Согласно постановлению 1930 года, первая категория – контрреволюционный актив, организаторы реальных террористических актов и восстаний. Вторая категория – остальная часть контрреволюционного актива из наиболее богатых кулаков. Третья категория – остальные кулаки. Аресты – первая категория. Третья категория – расселяется в пределах района. Вторая категория – переселяется далеко от своего района. Да, было 2 миллиона чем-то спецпереселенцев. Это не только кулаки. Это еще и выселенные по решению судов за срыв и саботаж хлебозагазительных компаний. Городской доказательный элемент, выселенный в 1933 году по постановлению троек за отказ выехать за 101-й километр из Москвы, Ленинграда, других режимных центров. Выселенные по постановлению органов КВД из погранзон, осужденные органами ГПУ на срок 3-5 лет, кроме особо опасных, замены и отбывания срока наказания в местах лишенных свобод направлением на жительство спецпоселки. Но эти спецпоселки мы уже пытались обсуждать, да? И мы все прекрасно понимаем, что это не какие-то адские клоповники, а это места приезжали в гости и говорили, ух, вы как хорошо живете. Репрессии в армии. 70 тысяч этих офицеров репрессированных и все прочее. С 37 по 40 уволено 36 898 человек. Всего. 8 тысяч на долю естественной убыли, естественная смерть, несовестимые болезни, достижение предельного образа, моральное разложение, пьянство, насилие, воровство. По пунктам А, Б и В, естественная смерть, Б и В, это морально предельный возраст, 4 тысячи. По пункту Г, моральное разложение, еще 4 тысячи. Остается 28 6282 человека. В 37 году 18 тысяч уволено. По политическим мотивам 11. Арестовано 4. Тысяча с лишним. За необузданное пьянство, моральное разложение, изнасилование лиц женского пола, охищение народного достояния. 3 тысячи по политическим мотивам. В 38 году по всем основаниям 16 362. Из них политсостава 3000, 39 1878, по политическим мотивам 238. За контрреволюционные преступления было осуждено, а не расстреляно. 9 тысяч лиц высшего среднего младшего комсостава. Что касается расстрелянных, то согласно по именному перечню расстрелянных в те годы, за контрреволюционные преступления офицеров к таковым относится 1634 человека. 1634. Но самое главное, не в этом, а самое главное, в методологически замалчиваемых цифрах. Изначальный переизбыток начсостава к 1939 году на одного офицера РККА приходилось 6 рядовых. В Вермахте 29, в английской армии 15, во французской 22, в японской 19. Это было связано с низким уровнем образования. Уровень образования начал стремительно расти в 30-е годы. Высшее военное образование 30-40%, потом уже 50 с лишним и так далее. Естественно, что в этой ситуации нельзя было ничего делать, кроме как приводить все к нормальному военному заставу. Нельзя иметь офицера на 6 человек. Поэтому увольнение – это вообще вопрос еще отдельный. Ленин – государственный преступник, который развалил Российскую империю, я разбирать не буду. Алиса Гессенская писала о том, что все развалено. Маннергейм писал, что оно развалено. Рапорты все подряд, положение на фронтах чудовищное. Деникин говорит, что все развалено. Теперь все-таки, наконец, я добрался до слова «расстрелять». «Расстрелять» – только глагол 24 миллиона. Поиск слова «расстрелять» в собрании сочинений Ленин отдал результат. Слово упоминается 14 раз. Я ошибся, наверное, сказал 13, да? 14. При этом в 30-м, 34-м, 37-м томах 5 раз «расстрелять» используется в историческом контексте, как оборот речи. Предпочел бы дать себя расстрелять. В 30-м томах – и английский флот появился перед Дарданеллом и с угрозой расстрелять русских. В 37-м томах – что он, Депс, дал бы себя скорее расстрелять, чем ватировать кредиты. В 35-м томах – и говоришь, во время братания на поле боя нужно расстреливать изменников, нападающих на бродаемых. В 39-м – что лучше, выловить и посадить в тюрьму, иногда даже расстрелять сотни изменников, из кадетов, беспартийных, меньшиняков, эсэров, наступающих против советской власти, то из-за Деникина, или довести дело до того, чтобы позволить Ковчаку и Деникину перебить, перестрелять, перепороть до смерти десятки тысяч рабочих и крестьян. Там же в риторическом вопросе – что не нашлось капиталистам, куда девать снаряды, кроме как расстреливать в русских рабочих. Там же о намерении Ист-Ляндии расстрелять 26 задержанных делегатов конференции за заключение мира с Россией. В 44-м форме – два раза расстрелять, оба раза по поводу барона Унгерна. В 50-м томе – говорится о подготовке белогвардейского воздания необходимости расстрелять сотни проституток, спаивающих солдат и офицеров, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров. О расстреле астраханских спекулянтов и взяточниках поймите мерзавцев, налягте, чтобы поймать и расстрелять спекулянтов, сволочу, расправиться так, чтобы все годы запомнили. В 35-м контрольной комиссии из членов ЦИК предлагается расстрелять тех, кого изобличат в грабежах. При посылке письма Молотова, добавьте от меня, послать контрольную комиссию на дон из членов ЦИК, плюс 10-20 свердлов, расстрелять на месте тех, кого изобличат в грабежах. И так остается из 55 томов. Два-три раза. Вы откройте, откройте труды, 55 томов, на каждой странице. Ну, вот я не знаю, есть чувство того, что вопрос не в том, кому нравится и мне тлень. Это достоинство нации. Это глумление над нацией. Большего чудовища нет в истории. Ни Чингисхан, ни Гитлер, ни Наполеон, никто там. Чингисхан уполовинил русское население. Гитлер хотел ликвидировать все полностью. Понятно, да? О длительности рабочего дня. Во всем мире, восьмой часовой рабочий день, во всем мире начальное образование. Все царь начал делать, все делал временное правительство. Ленин ничего, ГОПРО это русскими инженерами разработано. Буденовки для русской армии закупали обмандирование. А Ленин что делал? Людей пилой распиливали. Зимой головами выставляли на мороз. Люди погибали, обледенев, кожу жувьем сдирали. Священникам свинец с горла заливали. Это русская служба новостей. 2 июня 1897 года было принято ограничение, 1897 года, на подлительность рабочего дня рабочих в промышленности, одинаковая для женщин и мужчин, не превышающие 1,5 часов в сутки. Петроградский совет в дни правления временного правительства сумел добиться ограничения рабочего дня 8 часами. За ним последовали Харьковский, Московский. Однако закон временным правительством принят не был. Более того, временное правительство заявило, что это преступный закон о 8-часовом рабочем дне, потому что он разлагает людей. Кодекс законов о труде, принятый закон от 2 июня 1897 года, действовал до 17-го года, когда кодексом законов о труде, принятым советской властью, длительность рабочего дня стала ограничиваться 8 рабочими часами. Ни в каком кодексе и ни в каком официальном документе больше 8-часовой труд введен не был. По начальному образованию. Какой закон о всеобщем бесплатном образовании? В качестве присутствующего брожура образоля Царства Николая II, в этой брожуре приводятся данные о количественном росте. Говорится о введении всеобщего обязательного начального образования. Закон об отпуске 6 миллионов рублей на нуждоначального образования. В законе говорится, пособия из кредитов 6 миллионов рублей в год на нужд начального образования призначаются для местности, где выяснится особый недостаток в училищах или средствах на поддержание. Там, где кредиты есть, все бесплатно. То есть никакого закона не было, был выделен кредит в особо бедствующие места, и там действительно все было бесплатно. Гоу-Ро очень не любили белые Гоу-Ро. Конфиденциально, Дипеши, Италия, Соренто, провинция Неаполь, графу Российской империи, Василий Ситуару Волгу Давыдову, Ваше сиятельство, призываю на Вас Божью благодать. Прошу принять архипастерское извещение. На Ваших потомственных исконних владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богатступником инженером Крыжановским планируют поставку плотины и большой электрической станции. «Явите милость своим прибытием, сохранить Божий мир в жигулевских владениях и разрушить Крамову в зачатии с истинным архипастерским уважением. Имею честь быть Вашего свидетельства, сиятельства защитник и богомолец, имперхальный архиерей, преисвященный Симеон, епископ Самарский-Савропольский, 13-й год». То есть смысл заключается в том, что можно говорить, что были правы, потому что хотели экологии. Но нельзя одновременно говорить, что были правы, что хотели экологии, и что сами все делали. Потому что писали доносы. «О Буденовках». «Документ». «Кстати, на интендантских вкладах уже лежала новая форма, пошитая концерном второго по заказам Воснецова и Коровина. Форма была шита по заказам двора императорского величества. По Буденовкам обандирование было предано ЦК». Это письмо. Справка из книги, написанной белогвардейцами. «Приказом Народного комиссара по военным делам от 7 мая 1918 года объявлено положение о конкурсе по установлению формы обандирования рабочей крестьянской Красной Армии». Итак, 7 мая 1918 года реальный документ о конкурсе. Дальше протоколы конкурсных комиссий, в которых действительно был Воснецов и другие. Дальше разработка конкурсных комиссий. В разработке приняли участие Воснецов, Кустодиев, Язучевский. Дальше Пашив. Так реально возникала Буденовка. На складах ничего обнаружено не было. Потому что если бы на складах было обнаружено, то комиссию бы не собирали. Она бы не заседала, и после этого деньги на Пашив не давали бы. Это была большая операция, в которой действительно участвовали наши крупнейшие художники. Но была операция эта. Насчет превращения империалистической войны в войну гражданскую, предложение заключалось в том, что это сделали сразу все страны, и война остановилась. Насчет того, что Ленин разрушил империю, сообщаем, что империя была разрушена полностью. Насчет того, что Ленина и Сталина были разные представления автономии, сообщаем, что Ленин стоял вначале на этой же автономии, а потом, когда начались огромные конфликты, Ленин уступил в эту сторону. И сказал, что ничто другое не продавим. История борьбы сталинского и ленинского крыла существенно выдумана. Задача состоит в том, чтобы определенное количество людей, еще и еще раз все проверяя, и выдавая на экспертизу, обсуждая с другими людьми, создали еще большую широкую подпорку, которая бы действительно означала то, что означает история. То есть документ. ДОКУМЕНТ Не надо в 2016 году, чуть приближаемся к столетию, говорить о том, правильно ли где похоронить Ленина. Я лично вообще не имею по этому поводу никакой точки зрения. На сегодняшний момент. Мне только одно, что ему же так нехорошо, ему так много всего сделал, что хорошо ему или нет, я не знаю. Я знаю, что нужно для блага Отечества, то и будет. Мао Цзадун лежит. Ну, ситуация очень разная, и тут вопросы открытые. Но вопрос заключается в том, что нет документа с его завещанием. Нет документа о миллионе казаков. Вопрос там, есть ли миллион казаков, это отдельный вопрос. Нет документа. Нет у этого документа. Нет названия городов. Мы имеем право не говорить о том, хорошо или плохо действовали большевики, а единственная организация в стране потребует документов. Мы имеем право сделать так, чтобы люди, русские, все люди, включая школьников, знали, что к моменту 2013 года российское реальное производство, зафиксированное в всех статистических ведомостях, составляло 1,7 или 1,8, не помню сейчас точно, американского. Что на самом деле, так сказать, сельскохозяйственное производство было таким-то и таким-то, а никакого этого великого взрыва не было. Ну, просто по документам, по статистике производства. Мы имеем право знать, сколько людей погибло, и оплакать каждого. Ну, назвать цифру. Мы имеем право знать, что было там, этот кровавый 1937 год в алкогонах и так далее. Мы живем в 2016 году. Это унизительно. Это чудовищное, постоянное унижение. После того, как эти цифры будут собраны и вместе со сравнительными цифрами других стран, давно я говорю, что сколько погибло в гражданской войне в Соединенных Штатах и так далее, на огромной стене, высеченной, в виде огромного памятника, и написана великая трагедия страницы нашей истории, мы имеем право, чтобы все дети эти цифры знали. Пусть каждый, пока общество демократичное и все прочее, говорит, это ужасная цифра, это чудовищная цифра, это цифра модернизации, это другая цифра. Ну, цифру можно знать. История существует, у народа история есть. Историк не оперирует сплетнями, он оперирует документами. Где документ? Когда вокруг этих документов соберется ядро исторических сведений, вот пусть дальше разбредутся, но когда по поводу каждого этого исторического факта идет глумб, 44 миллиона, кто больше, 50 миллионов, 100 миллионов, 300 миллионов, миллиард, кто еще больше, то рушится все, нация рушится. Наша нация не может сформировать идентичность, она себя не понимает. Дальше на уровне этого непонимания начинаются все эти вещи. Это же известное абсолютно. Это вот, ну как в каждой квартире там, мы сидели и говорили, вот, ну сколько раз я это слышал, ко мне заходили все эти патриоты, да, вот Ленин с его там, с этим правом нации на самоопределение, именно замедленного действия. Ну это стереотип. Вот подпишите сейчас Казахстаном, Белоруссией, Украиной право нации украинской, казахской, белорусской на самоопределение и объединить Советский Союз с единой, или Российский какой-нибудь союз, хоть Евразийский, хоть какой хотите, с единой финансовой системой рублем, с единой армией, с едиными службами безопасности, с единым аппаратом управления, с единым хозяйственно-народно-хозяйственным комплексом. Это объедините их и подпишите право нации на самоопределение. И напомните людям, как распадались империи, что там ни о ком праве национального самоопределения разговора не было. Вообще. Он тут ни при чем. Но помните, что в феврале, она спалась империя, в феврале они ее собирали, причем собирали в условиях, когда 30-40% их состава это просто были сепаратисты. Или они побеждали в условиях, когда только сепаратисты и националисты останавливали все это. Они же находились в определенной исторической ситуации. Как они вообще сумели это все собрать? Откуда эти чудовищные цифры потерь? Они же унижают армию. И когда цифры, факты, документы, протоколы и так далее, базовые, собираются, и это есть исторический фундамент, вот вокруг него пусть разговаривают как хотят. И пусть ведут любую болтовню. Но не мимо этого, когда можно сказать все, что угодно. Вот им нравится, они говорят, это был бурный расцвет, это был такой рост. Ну вы же все знаете, мы же все, как известно, вы же знаете, вам не стыдно. А, нет, вы любите Советский Союз, но вы же не можете отрицать, как империя росла. Как она росла? И он же знает, и он же знает, настоящий фигур цифры, он же боится. И сидит беспомощный народ. Все эти, и сегодняшние эти же комитетчики, 10 раз они против Америкоса, а все, им задурили голову неизвестно, чем и неизвестно как. На фоне этого идет очевидная борьба. Вы не можете повернуть в белую сторону, а все должно было кончиться фашистской точкой, вот здесь. Все, все было сыграно. Государство было построено на антисоветском фундаменте. Элита была собрана из-за антисоветского материала. Общество не имело никакого значения. Все было раздавлено. Они могли гнать любую пургу. Все было рухнуло. Оно рухнуло, я сейчас скажу еще почему. После того, как оно так рухнуло, все было схвачено. И все должно кончиться здесь. Любая точка здесь была обречена. Но, во-первых, возникло в пределах этого центризма и всего прочего реальная ресоветизация, как в таких случаях поется, этот день мы приближали, как могли. Она была закреплена этими телевизионными передачами. Ночью будет помянутый. Суд времени, исторический процесс окончательно. Потом это подтвердили опросы и все, что угодно. И выяснилось, что выбираться вне аэросоветизации невозможно. А затем рассорились с американцами в Крыму и на Донбассе и в других местах. А это уже означало, что выторговать у американцев пиночетовский мандат невозможно. Цисковец мог надеяться выторговать такой мандат. Понимаете? Лебедь мог надеяться. Путин образца 2000 года мог надеяться. Сказать американцам, слушайте, либо изюганов, либо мы должны все-таки по-пиночетовски поступить. А Путин образца 2016 года не может этого сделать. Нельзя одновременно воевать на два фронта с собственным народом по-пиночетовски и с американцами. Там надо закрыть один фронт. А Путин его уже закрыть не может. Значит, вся эта концепция, она на снос. Им вот здесь нужен кто-то, кто закроет фронт, то есть отдаст Крым. Не только Донбасс. А выполнит все условия. А большое условие сегодня это, конечно, расчленение России. И вот вам Пианковский, который говорит, немедленно Чечню. Ну, понятно, да, уже все началось. Все уже подготовлено. Значит, вот здесь нужен человек, который закроет этот фронт. Значит, тем не менее, сидит три группы. Одна из которых хочет, чтобы выборы шли полубелые, да, беловатые, ну, родинские, да. Другая хочет, чтобы выборы были центристскими, а третья хочет, чтобы они, ну, только неправильно пишу, вот это полубелые, это центристские, это такие ресоветизационные. Значит, одна группа говорит, пойдем, как в 2001, первым, другая группа говорит, повернем налево, третья группа говорит, повернем направо. Вопрос о том, так сказать, был ли Ленин плохим или хорошим, это не вопрос. С одной стороны, это просто он рассказал лошади все, да, а с другой стороны, это вот эта выборная диаграмма острейшей борьбы. Вот. Я изложил все, что мог по поводу политики и я счел нужным именно в связи с этой борьбой, да, изложить подробно эти исторические данные, да, но это карта боевых действий. Я думаю, что выборы 16-го года это проба пера, а вот 18-му году прыгнут все. Для меня тревожнее всего какие-то возможные турецкие операционные следы в регионах, да, потому что там есть, там другая сила, это все-таки ислам, да, они могут дергаться, у них нету такой абсолютной разобщенности или коррумпированности, да, вот, так сказать, для меня самое страшное, это вот противоестественное разложение аппарата, вот его депрессия такая полная, да, ну, и какая-нибудь молния может ударить в любую секунду, но это какая-то верхушечная молния, мы узнаем о ней по ходу удара. Если говорить о политической картине, она вот такова. Собственно, сегодня я не собирался говорить про нефть, потому что про нефть я пишу серию статей и надеюсь в ближайшее время довести ее до конца. я хотел бы дополнить по нефти один фактор, который в эту самую игру очень активно вмешивается. Это финансиализация всех рынков, в том числе рынка виртуальной нефти. Вот игра на нефтяных и околонефтяных деривативах сегодня оказывается одним из главных факторов нефтяного ценообразования и собственно такая игра изогнала нефть в ту зону, в которой мы ее сейчас видим и именно в рамках этой игры ее пытаются чуть-чуть вернуть повыше. Вот сегодня уже она взлетела до 34 долларов за баррель по последним данным за бренд, как я видел. А говорить я сегодня хотел о новых представлениях о новом качестве глобальной экономики, точнее того глобального кризиса в новую фазу, которого мы сейчас всем миром вползаем. И я, поскольку это очень многогранный процесс, я такими крупными мазками хочу обозначить главные факторы этой кризисности и показать. Ну а затем, видимо, в какой-то из следующих лекций мы обсудим некоторые ключевые факторы этого кризиса в их деталях и важных подробностях. Так вот, во всем мире сейчас активно обсуждается вопрос о том, что действительно мировая экономика вползает в очередную фазу кризиса. При этом почему-то в основном спорят лишь о том, будет эта фаза более глубокой и болезненной, чем 8 лет назад, предыдущая крупная фаза, и о том, сколько времени может занять выход из кризиса. То есть ситуация почти симметрично повторяется в сравнении с ситуацией восьмилетней давности. Причем, как правило, большинство публичных обсуждений этой темы почему-то вертится вокруг динамики индексов основных мировых фондовых бирж. Начнем с индекса Dow Jones, основной американский индекс. Он медленно полз, начиная с осени, а с конца декабря, то есть вскоре после того, как Федеральная резервная система приняла решение о том, чтобы чуть-чуть поднять ставки свои. С этого момента он начал падать, причем падать очень стремительно, невероятно стремительно. Мы видим, с почти 18 тысяч индекс упал ниже 16, хотя Федеральный резерв повысил свою базовую ставку совсем на крохотную величину. Было уже очень давно от 0 до 0,25 процента, новый диапазон установлен от 0,25 до 0,5 процента. Мизер. То есть по сравнению с нашими ставками 11, 12, даже 17 в кризисе процентов это смешно. Тем не менее вот такое падение налицо. Я здесь хочу подчеркнуть, что американские индексы, включая NICE, включая Dow Jones, включая S&P, они непрерывно росли, начиная с предыдущего кризиса и взлетели совершенно до небес. Почему? Потому что была непрерывная накачка американской экономики эмиссионными деньгами Федеральной резервной системы, так называемые три программы КУЕ, количественных смягчений. Это, а также помимо смягчений, снижение базовой ставки кредитования практически до нуля, было как бы нацелено на то, чтобы запустить после кризиса промышленные инвестиции и потребительский спрос. Расчет был на то, что в результате роста экономики одновременно повысится до уровня хотя бы 2% инфляция. Почему это важно? Потому что с ростом цен на товары и услуги, с инфляцией, активизируется всегда, это классическая ситуация в рыночной экономике, активизируются инвестиции и подстегивает экономический рост. Однако эти расчеты на количественное смягчение и нулевую ставку процента в действительности не оправдались. Почти все имитированные ФРС, вот эти гигантские деньги, пошли на спекуляции на биржах, на американских, и подчеркну, не только на американских, но и на других, и начали надувать на них фондовые пузыри, так называемые. Отсюда вот эти гигантские взлеты бирж. Но именно по этой причине из-за вот этих пузырей ФРС очень долго колебалась, но все-таки вот в декабре чуть-чуть повысила базовую ставку. Ну а примерно такая же динамика снижения бирж видна и в поведении базового японского индекса Nikkei. То же самое было вот так вот и начало падать. И опять-таки очень резко начало падать вот в конце декабря. Вот спад. Более сложная динамика последних месяцев это европейские фондовые индексы. Они ведут себя немножко по-разному, но достаточно типично. Вот типичный пример это германский индекс DAX. Вот пожалуйста это было в начале прошлого года подъем, затем медленный спад, затем обрушение в августе сентябре, опять подъем и сейчас вот новый спад связанный с повышением учетной ставки ФРС. Здесь динамика определялась во многом действиями самого Европейского Центробанка, который, как я уже говорил на одной из предыдущих наших встреч, тоже затеял свою программу количественного смягчения, выкуп с рынка на 60 миллиардов евро облигаций ежемесячно, то есть тоже начал накачивать европейские экономики эмиссионными деньгами. Ну и кроме того, здесь были заявления иногда противоречивые главы ЕЦБ Марио Драги о том, что будет продлена эта программа количественного смягчения, если не добьются нужного уровня темпов роста инфляции или даже возможно ее наращивание. Еще более сложная динамика у основного китайского фондового индекса Shanghai Composite, но здесь преимущественно факторы, влияющие на этот индекс, который гигантским образом колебался и очень сильно обрушился, вы видите здесь цифры, то есть он обрушился фактически на 40 или даже более процентов, вот такие гигантские обрушения. Это, во-первых, спекулятивные атаки международных фондов и ряда китайских банков и финансовых корпораций на фондовый рынок, но некоторое восстановление и затем снова падение, снова восстановление и сейчас очередное падение опять-таки в синхроне с другими биржевыми индексами развитых и развивающихся стран. При этом существуют экспертные оценки, которые утверждают, что после решения, то есть за последние недели, за последний месяц, грубо говоря, общие потери глобальных фондовых рынков и их капитализации за счет вот этого падения уже составили более 30 триллионов долларов. Каковы другие видимые результаты, проведенных в США и Европе количественных смягчений и вот этих решений? В Соединенных Штатах государственный долг превысил 18 триллионов долларов, а суммарный национальный долг, включающий долги штатов, муниципалитетов, корпораций и домохозяйств повысился примерно до 70 триллионов долларов. То есть, о чем все чаще говорят статусные вполне экономисты, в том числе американские экономисты, этот долг дошел до таких уровней, которые без глобальных политических, политических, не только экономических, без глобальных политических потрясений реквидировать просто невозможно. То есть, грубо говоря, это неоплатный долг. Но то же самое происходит и в Европе. Вот мы видим, Франция 5,8 триллиона долларов, Италия 2,6, Испания 2,3, но и у других немаленькие долги. Но газдолг в несколько триллионов долларов это огромные деньги даже для таких достаточно развитых стран, как Франция, Италия или Испания. Но здесь важен даже не только собственный или не столько собственный масштаб этого долга, сколько его соотношение с ВВП, то есть перспективы ликвидации долга за счет собственных внутренних экономических ресурсов страны. И в этом отношении в Европе практически благополучных стран-то и нет. Видите, Германия самая благополучная, почти 80% ВВП национальный государственный долг. Всех остальных около ВВП на уровне ВВП или даже больше, но естественно рекордсмен Греция после потрясений, но не слабые долги у Италии и Португалии, у Кипра естественно. Вот такая ситуация. Это опять-таки ставит под очень большое сомнение шанс на то, чтобы с такими гигантскими долгами в обозримой перспективе расплатиться, даже если будет другая экономическая ситуация и пойдет экономический рост. Ну а что значит расплатиться? Это значит открывать новые компании, налаживать в них производство, находить рынки сбыта, продавать продукцию, платить налоги, то есть подпитывать государственные финансы, включая бюджет. А что с этой точки зрения происходит в наиболее благополучной стране рыночного запада, в Соединенных Штатах? Вот это количество первичных, то есть открытие новых компаний, размещение их акций на биржах. Вот как мы видим, росло-росло после кризиса, в 2014 году был максимум, левая шкала это объем суммарный привлеченных с биржи денег всеми этими компаниями. И в прошлом году количество новооткрытых компаний снизилось почти в два раза, а привлеченные с рынка деньги гораздо более чем в два раза. Видите, какие уровни. То есть, что мы видим? Эта статистика ярко отражается и в том, как у Штатов обстоят дела с уровнем промышленного производства. Мы видим, что практически весь прошлый год, несмотря на благостные реляции о росте ВВП Соединенных Штатов, промышленное производство было в минусе, причем в конце года оно обрушилось в устойчивый минус, и последние данные о корректировках за декабрь, а в Штатах всегда происходят такие корректировки или уточнения, как правило, в худшую сторону, говорят, что вот здесь падение промышленного производства не 0,4, а 0,6%. То есть промышленность стагнирует или падает. Но и не только промышленность. Сельское хозяйство США совсем недавно было одним из самых благоволучных сегментов национальной экономики. Сейчас оно на грани убыточности и выяснилось, что благополучие сельского хозяйства базировалось на трех китах. Это, во-первых, высокие цены на этанол, на спирт, который делали из произведенной фермерами кукурузы на рынке во время нефтяного бума. Во-вторых, экспорт продовольствия в Азию, где был высокий спрос. И, в-третьих, практически бесплатные кредиты. Сейчас эти киты сдулись, и фермеры начинают впадать буквально в отчаяние. Дальше. Новые острые проблемы начинаются на том самом рынке жилищной ипотеки, с которого, напомню, начался прошлый кризис в 2008 году. Тогда, в ходе кризиса, правительство США фактически национализировало крупнейшие ипотечные корпорации или агентства Фенни Мэй и Фредди Мэг, то есть те, которые примерно 60% американской жилищной ипотеки обеспечивали кредитами. Правительство долго подписывало их из казны, компенсируя дефицит возврата жилищных кредитов. То есть, вот у них какое было кризисное обрушение, затем их подпитывали, подпитывали, и они вышли на некоторую прибыльность. Теперь период прибыльной работы этих обеих корпораций завершается, а правительство набрало слишком много долгов для того, чтобы поддерживать их убыточную работу. Вот такая получается печальная картинка. Это огромные деньги, огромные. Это очень важный социальный фактор для экономического благополучия среднего американского слоя, потому что свой дом это фетиш почти, что без него никак нельзя, и если нет дешевых кредитов, если нет хорошей ипотеки, то о нем можно только мечтать. Вот с этим тоже возникают проблемы. Но еще один самый свежий и тоже неприятный фактор для американской экономики это то обстоятельство, что ряд центральных банков мира начал буквально с января, с начала нынешнего года, только что начавшийся, массированный вывод своих средств из казначейской облигации Соединенных Штатов. Видите, все было так есть, 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 нет, нет, и вот, пожалуйста, первые две недели нынешнего года и уже почти 50 миллиардов долларов из этих облигаций стрешились выведены. Такое начало года очень тревожит экономических аналитиков, потому что это как бы символизирует снижение доверия мировых центральных банков, они наиболее квалифицированные инвесторы, наиболее осведомленные. Так вот, они все меньше верят, похоже, в надежность главного американского инструмента, который обеспечивает американский внешний долг. То есть, долг они накапливают прежде всего в трешеристе. Если в трешеристе падает доверие, то непонятно, как и чем финансировать долг. Наконец, не менее тревожно для штатов и то, что очень многие американские корпорации, включая крупнейшие, по-прежнему сохраняют и развивают свои центры производственной деятельности и, соответственно, за одной генерации прибыли вне Соединенных Штатов, в разных зарубежных странах. То есть, мы видим, что 120 миллиардов долларов в General Electric, 93 Microsoft, 74 Pfizer и так далее, и так далее. Этот список длинный, здесь показаны только некоторые, и это показано на конец 2014 года. Более новую картинку я не нашел, но эта ситуация усугубилась. Конечно, американскую администрацию, американскую власть это очень тревожит. В позапрошлом году, напомню, может быть, это у кого-то тоже отложилось в памяти, президент Обама даже инициировал кампанию за возвращение американских производственных мощностей на родину, а американские СМИ тут же начали эту тему очень-очень активно пиарить. Давайте возвращаем на родину, давайте возвращаем на родину. Ну, и это пиар, и эти призывы как бы подействовали. На этом фоне немало американских корпораций, которые вынесли свои производства за рубеж, недавно уверенно заявляли о том, что они готовы вернуть производство в Америку. В сентябре 2015 года был проведен опрос бизнесменов, которые обещали открывать новое производство в Соединенных Штатах. То есть, вот это результаты опроса Boston Consulting Group. Здесь оказывается, что новые производства американские предприниматели готовы прежде всего в Соединенных Штатах, а не в Китае и не в Мексике, как раньше открывать. И даже, так сказать, по этому поводу были некие победные реляции. Но последние данные показывают, что вот эти благопожелания американских инвесторов, которые они всего полгода, меньше чем полгода назад заявляли, сейчас оказываются под большим сомнением. Новое производство в США, как я уже показал на предыдущей схеме по первичным размещениям акций, открываются все реже и все хуже. А вот это уже очень болезненно отражается на промышленной занятости. Сейчас только ленивый не говорит о том, что официальная статистика по американской безработице, она сильно врет. Но я уже говорил о том, как и почему она врет, здесь я не буду на этом подробно останавливаться, но факт тот, что безработица, скрытая безработица, прежде всего, в Америке очень высокая. И уже очень многие говорят, что для решения этой проблемы, в особенности на фоне кризиса в нефтегазовом сфере и гигантских сокращений персонала в нефтегазовых корпорациях, вот нужно разворачивать примерно такие инфраструктурные программы, которые когда-то в кризисе, в Великой депрессии, в эпоху нового курса разворачивала администрация президента Фархлина Делана Рузвельта. И не случайно, вот совсем недавно, в декабре и в начале января, через обе палаты Конгресса Соединенных Штатов был проведен закон, согласно которому Америка планирует в инфраструктурные проекты в стране, то есть дороги, мосты и так далее, в инфраструктуру инвестировать около 340 миллиардов долларов. И Обама уже заявил, что он этот закон, хотя есть там некие подводные камни и сомнения, все же готов подписать. Кризисные тенденции, которые я показывал на примере Америки, они затрагивают вовсе даже не только развитые страны, но и развивающиеся, причем в том числе те, которые в последние десятилетия обеспечивали основную долю глобального экономического роста. Но если в Америке, там в Европе было 3% чуть больше, то в этих странах было и 6, и 8, и 10, и 12% роста в год. Сейчас это все сдувается. Одной из главных причин аналитики рынков называют падение спроса и цен на сырьевые товары, которые, по сути, являются главными статьями экспорта развивающихся стран, большинства развивающихся стран. но он заканчивается сентябрем прошлого года. Мы видим, что падают цены и на минеральное сырье, и на продовольствие, включая сельскохозяйственную продукцию, непродовольственное значение, и на нефть, на все. Кстати, как мы знаем, цены на нефть уже обрушивались ниже 30 долларов за баррель. Вот это только самое последнее с осени от 50 с лишним долларов за баррель до примерно 28 долларов за баррель, и только вот сейчас начался некий отскок, который еще характеризовать как перелом тенденции никак нельзя, нужно еще по крайней мере пару-тройку недель подождать. Может быть отскок, может быть так называемые быки, то есть игроки на повышение перебороли тенденцию, может быть нет, увидим, но повторяю, это игра сложная, сейчас на этом останавливаться не буду. Но этот процесс, который изображен на этих рисунках, прежде всего на предыдущем, приводит к тому, что растет долговая нагрузка производственных прежде всего компаний, но и банков тоже в развивающихся рынках. Вот мы видим, 15 лет назад совокупные долги производственных компаний, то есть не банковских компаний, в развивающихся странах не превышали 300 миллиардов долларов, сейчас эти долги уже приближаются к 3 триллионов долларов. Ну и понятно, что на фоне резко ухудшившейся кризисной конъюнктуры всех рынков, включая экспортные рынки развивающихся стран, отдавать такие долги компаниям все сложнее. Многие из них уже сейчас разоряются и в том числе переходят под контроль новых владельцев из высокоразвитых стран. Это одно из направлений той экономической игры, которая уже не раз повторялась. Сначала накачать кредитами и долгами, затем потребовать возврата долгов и ограбить собственность, на которую не хватает денег у должников, за которую они не в силах расплатиться. Ну и по тем же причинам индексы фондовых рынков и совокупная капитализация бирж развивающихся стран тоже неуклонно падает. Значит, падение бирж с начала 2012 года по сегодняшний день уже приближается к 40%. И, как считают многие аналитики, в кризис только разворачивается, и это еще никак не дно кризиса, будет хуже. А это означает, что обеспечивать финансирование своих производственных программ за счет национальных фондовых рынков, компаниям развивающихся стран будет все труднее или невозможно. Но столь же плачевная ситуация и для финансов развивающихся рынков связана с тем, что идет отток внешнего инвестиционного капитала. Как мы видим, уже в 2014 году приток капитала на рынке развивающихся стран, а это постоянная ситуация, причем классическое многолетнее капитал и шли из избыточных финансов развитых стран в страны развивающиеся. Так вот, в 2014 год приток сменился оттоком. В прошлом году был гигантский отток, превышающий 700 миллиардов долларов, и прогноз на нынешний 2016 год примерно такой же мрачный, возможно, еще и хуже. Некоторые утверждают, что это даже чрезмерно оптимистический прогноз. Все вышеописанное приводит к тому, что очень быстро снижаются масштабы мировой торговли. Хотя, подчеркну, МВФ, Всемирная торговая организация и так далее рапортует, что в торговле наблюдается, хотя и небольшой, в пределах 2%, но все-таки рост, в том числе в 2015 году, к этим цифрам очень многие аналитики относятся все более скептически. То есть, они говорят, что на деле в физическом товарном выражении никакого роста нет и напротив наблюдается спад. Похоже, что такие оценки близки к истине, что показывает очень информативный показатель, о котором я когда-то ранее говорил, называется индекс Baltic Dry. Это индекс, который определяется балтийской биржей в Лондоне и характеризует цену на фракт судов, которые перевозят цепучие грузы. То есть, это руду, уголь, металлы, зерно и так далее. Этот индекс в прошлой волне кризиса в 2008 году обрушился с уровня, здесь логарифмическая шкала, с уровня примерно 11 тысяч до примерно 700. Затем довольно быстро восстановился до примерно 4 тысяч, а дальше начал со скоками неуклонно падать. Особенно быстро начал падать в 2014 году. И сейчас последние данные, которые я прочел вчера, индекс Baltic Dry упал менее чем до 340. Это самый низкий уровень за последние 50 лет. 50 лет. Оппоненты этого индекса нередко говорят, что дело в том, что в последние годы была надежда на то, что будет очень бурный рост мировой экономики и понастроили огромное количество грузовых судов, а встретились с новой волной кризиса и эти суда негде использовать и потому их владельцы опускают цены на свой фракт ниже Плинтуса. Это отчасти правда, но лишь отчасти, поскольку, как я уже сказал, сокращение производства фиксируется почти на всех мировых рынках руды, металла, угля, зерна и так далее. Если фиксируется сокращение производства, то откуда Международный валютный фонд или Всемирная торговая организация рисует цифры увеличения торговли совершенно неясно. Этот вопрос любой вменяемый экономический аналитик себе задает, на него пока ответа нет. Что все перечисленное означает? Мир уже вполз в новую волну очень глубокого финансово-экономического кризиса. Я здесь самые грубые черты и признаки, контуры этого кризиса описал. Подобный разбор всех компонентов этого кризиса это нужно отдельное аналитическое исследование и поэтапно по частям. Но как все здесь понимают о чем уже говорил Сергей Ирландович кстати речь идет не только об экономике кризис системный то есть он и социальный и политический и военно-стратегический заодно. Ну и в связи с этим я хочу привести данные одного из недавних широкомасштабных опросов глобального бизнес-сообщества который касается оценки главных приоритетных экономических рисков предстоящего года повторю это оценки предпринимателей опрошенных не стратегических аналитиков не военных не социологов не политологов а предпринимателей так вот на первые места в числе таких рисков большинство опрошенных бизнесменов ставит геополитическую нестабильность и угрозы крупных войн риски внутриполитических конфликтов связанных с широкомасштабной миграцией в развитые страны из кризисных регионов и лишь на третьем месте собственно экономические факторы вроде низкого потребительского государственного спроса повышенной ценовой волатильности на рынках безработицы и так далее вот на этой минорной ноте я завершаю спасибо 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 Продолжение следует...